Магический маятник. Далью летают дни мгновенья. Он как-то называется, да, по-определьному? Магический маятник. Маятник. Ну она же сказала маятник. А она сказала магический маятник. А надо маятник. Иди, Васич. Тихо, тихо, тихо. Васич, Васич. Что-то происходит. Ребят, ну по-моему тут, кажется, сейчас у нас... Чем? 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 Что-то происходит. Что-то происходит. Опа, ребята, кажется это само завещание. Это само завещание, которое чуть-чуть надо... Не подождать. Ну... Которое почему-то на телике. Цель-то... Ну, только... Ну, что... Проблемы... Со связью тут проблемы. Да ничего, сейчас все будет в порядке. Да, да. Я, Смит Прасковья Павловна. 2 января 1925 года рождения в Смоленской губернии. Настоящим завещанием делаю следующее распоряжение. Все мое имущество, какое ко дню моей смерти окажется мне принадлежащим, в чем бы такое ни заключалось и где бы оно ни находилось, я завещаю одному из моих наследников. Наследники в составе шести человек будут заселены в дом, каждая комната которого находится под постоянным видеонаблюдением. Основная задача наследников – выяснить степень родства и выявить того, кто получает все наследство. Цель такого эксперимента – найти наиболее достойного преемника капитала Прасковья Павловна Смит. Установившийся наследник из числа всех шести преемников может самостоятельно распоряжаться наследством. В случае, если наследник так и не будет определен, либо условия, поставленные адвокатской конторой Изольды Кац, будут нарушены кем-то из преемников, все наследство перейдет во владение адвоката Изольды Кац. Текст завещания записан адвокатом Изольды Кац с моих слов и до его подписания. Прочитан мною лично в присутствии вышеобозначенного адвоката. Настоящее завещание составлено в двух экземплярах, каждый из которых собственноручно подписан мною. Один экземпляр завещания хранится в делах адвокатской конторы Изольды Кац, а другой экземпляр будет засчитан наследникам и передан им на хранение. Субтитры создавал DimaTorzok Вот такой вот. А у Изольды эта фирма нехилая, смотрите, не угодно. Изольда, Изольда Такой я бы накляпала вообще легко. Одной левой ногой бы нарисовала. В древнем времени есть такие львиные ворота. Мне кажется, это такая, которая держит колонна какая-то. Вот это и есть львиные ворота. А здесь типа два льва. Ну, похоже. Ну, что-то оттуда. Не знаю. Мне кажется, это похоже на вот такие санта-барбары арки. Там-та-дам-там! санта-барбару вряд ли ну я уверена что ну в смысле какая санта-барбара там же вся проблема была вообще проблема проблема в количестве серий там по-моему с актерами была проблема там кто-то умер да там потом кто-то одна героиня играла другую героиню которую ну короче какая-то фигня произошла я не в курсе я тоже не знаю мне было года 2 когда я ненавижу санта-барбару за то что она отняла у меня маму ну реально что ты смеешься это смешно по-твоему санта-барбара сволочь отняла твою мать санта-барбара отняла у меня маму ты попробовала обращаться куда-нибудь чтобы мать свою спасти меня никто не слушал мне было два года катерина привет нет ни опа нет никто тут не опа опа так дует да вот холодно да зачем ты пристала показывай что ты сидишь то вылупился значит может вернемся на диванчик или так удобно давайте загадаю слово или загадал что ты же загадал нет он загадал я сам как бы стал проявил инициативу думаю инициативу и золь на вас я это сложное задание слово да ну просто ты тупой одно слово дебил дупень а лига френдс более емкое слово да мы лишены 2 плюс 2 равно 5 дурачок но лига френд ты тупой отсталый спасибо юрий спасибо еще раз я не ожидал такого бара френдса ну вот по сути вот это вот происходит это слово вот с ними сейчас с ними сейчас это происходит это слово тупняк тормоз не не а тупик тупик это с нами тупик происходит ты че рожаешь дожимай дожимай его что то скажи еще ситуацию сделай мне нужна кнопка как у паши воли ну давай до меня говорит вася васич тупорылый тупой тупой еще тупее туповка так все близко кажется тупизм тупость тупость идиотизм но это связано с тупостью просто как то по другому нужно тупости до тупости снизирую тупость идиотизм но это связано с тупостью идиотизм снизирую Первую часть, первую букву. Убрать букву Т, и будет это слово. Упасть. Упой. Глупость. Господи. Глупость. Глупость. То, что сейчас происходило с вами, потому что мы сейчас начинали лечить. Это глупость, упая. Будем дальше Ну а что? Вон сейчас Катя Тут нельзя брать Как ты сказала Как она Зачем я это делаю Обратите внимание На наше воспитание Будда Дзен Ой что там Опа 138 рублей Собрали Как много Слушайте Можно взять Листок Цветную бумагу Цветную бумагу Нарезать снежинок цветных По дому расклеить Еще можно взять фломастеров И скотч Нам не хватит на фломастер На фломастер не хватит? Подождите, а где фрукты? Ну видимо это не финансы Ну как бы нет таких финансов Да нужны фрукты Ксю как-то плохо организовала Вечеринку У нас пока 138 рублей А вот и нет Список был гораздо длиннее Почему? Потому что Катюш не переживай Я тебе говорю 138 рублей Можно взять цветную Опа Да Вам не заплатили Только 29 рублей Подожди А что нужно? Я не понимаю Юрец и Вася Васильевич Вместе посмотрим Бой Хабиба Нурма Гаведа И Конора Макгрегора Должны голосовать Чтобы оплатили вам Чтоб вы посмотрели А до чего голосовать то? Должна быть какая-то планка Я правильно понимаю? Это проценты, может, какие-то? Что значит 22 метра? А, то есть это стоит, наверное, 29, а у нас нету еще или что? Нет, мне кажется, это 29 процентов, потому что чисто в теории, если разделить, вот это расстояние, оно равно... То есть вам не хватает какой-то суммы. 29 процентов, 100 процентов. Да, мне кажется, надо 100 баллов. Хитрые не показывают, да, сколько? Не показывают, а как понять нам? У меня деньги не показывают. Да почему? Ну, подожди. Не получится, не переживай. Не переживай. На самом деле, ты можешь смотреть с нами бой, как бы, и мы можем снижить их. И радоваться, да. Нет, подождите, люди, что вы за человеки за такие? То есть на бой вот этих непонятных людей? Да нет, не говори так. Не говори так. Это легендарные, хорошие люди. Я бы хотел быть на днюхе даже у кого-нибудь из них. Нет. Подождите, стоп. Конечно, Катин день рождения. Вообще не сравнивай. Может быть, 138 это не рублей, а тысячи? Может, собрали 138 тысяч? Так в смысле не сравнивай? Почему за это? Нельзя сравнивать. Это разные вещи. Потому что это мое желание, а это желание Кати. Вот и все. Зачем ты это сравниваешь? Да потому что это бесчеловечное. Да нет, это неправильно. Ты неправильно делаешь, и это неправильно. Все. Днюха Кати это одно. Пусть Васич присядет. Слушайте, может быть... Стоп, 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 стоп. Что же он приседал? Это опять фигуру. Может быть, это повторение этих, как его? Задание просто идет. Может быть, там сбой в программе какой-то? Или еще что-то? Ребят, давайте слово разгадывать. В смысле? Если написали задание. А до этого что было? Вот это. Так он же приседал. А, видимо, знаешь, что? Видимо, потому что она приседала 50... Ксю, она приседала 50 раз. И ты 50 раз. И типа это... Не засчиталась. Пусть Васич присядет сто раз, и оно начинает мигать. Не засчиталась. Да, это нужно сейчас. Если оно начинает мигать, значит нужно... Тебе надо сто раз... Слушай, ты можешь присесть не сейчас прям. Потому что... Присядь десять, отдохни. Присядь потом еще десять. Пока мы будем играть, просто присядешь все и все. Так, стоп. Мне надо подготовиться и... Камера шевелится, ребят. Камера шевелится. Зачтал. А, камера показывает? Нет. Не надо сто раз приседать. Не надо сто раз приседать? О, прикольно. О, см. Надо? Надо. Нет, правильно, что не надо. Она говорит правильно, что не надо. Вот, видишь? Кивает. Правильно говорит, что не надо. А вот это прикольно. Она как маленький мини-робот. Такая, ну прикольная купечка. А может быть камера тоже... Время, время ограничено. Давайте еще раз. Смотри, сейчас исчезнет. Спроси у нее лично. Да. Камера. Смотрите ли. Изольда, если ты сейчас меня смотришь, скажи, пожалуйста, смотри. Если мне надо приседать сто раз, а это я очень сложно будет, ты махни вот так вот. А если не надо, то махни вот так вот. Итак, ждем. Надо? Надо, Вася. А теперь спроси у нее. Можешь ты разделить? Ну, например, или тебе надо все сразу? А можно разделить между всеми эти сто приседаний? Ну, 50. Хотя это не важно, что спрашивать. Вот пришло задание. Пусть Вася. Нет, нельзя. Смотри, что. Я надо спросить. А это обязательно делать? Вася, Вася, благодаря ЭКСУ ты присядешь 150 раз. Это обязательно делать? Поехали, зато ноги будут. Нет, в 50 ты уже присел, еще раз 50 ему осталось. Он уже 50 присел. Ксю не умеет людям помогать. Это нам может помочь, все получается хуже. Она хотела как лучше. Но хуже получилось. Давай, Вася. Ничего. Саживайся. Все будет хорошо. Вася, висеть сто раз, да? Смотрите, это задание, окей. Ну, 50 раз. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Вася. Тринадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. Шестнадцать. Семнадцать. Восемнадцать. Девятнадцать. Вот смотри, это мы возьми. Мы толстые. Двадцать. 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 48, 49, 50 фитнес гуру. Молодец, красавец. Так подожди, ты же 50 уже присел. Мне кажется, это друг Ксюла. 53, 54, 55, там же было 56, 57, 58, 59, 60. Давай, 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 не останавливайся. Пусть присаживается как хочешь, не торопитесь. Я бы посмотрел на вас, если бы тут были бы. Давай, давай. Ты же помогла ему сегодня. 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. И так, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 84, 85, 86, 87, 88, 84, 85, 85, 85, 86, 87, 88, 87, 87, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 86, 87, 85, 85, 85. 91, 98, 91, 92. 94, 92, 94, 96, 99. 92! 92, 92. 95, 94, 94, 95, 96, 97, 98, 91, 99, 100, 40, 78, 99, 100. МАХИ! НЫА kab dissemincar something. РА-А-А-А!! Такие дела! так мне все-таки интересно что за это задание что за это будет что 1 спорт я болел смотрите задание почему-то мигала мигала и пропала что такое нормально иди сюда помоги мне просто а почему задание не считает она зависла надеемся что она зависла аксон обрисов тебе скажет 50000 раз да ну ты чё за два месяца присесть только все изольда у меня больше нету сил не реализирует в этом доме я не понимаю обратно смотри не засчитал по ходу к тебе какие-то вопросы этот максон или ко мне ничего не получает меня все ненавидят я не хочу больше здесь находиться верни мою жизнь обратно в ндн цо в ндн цо в ндн цо тебе чуть не исчезает не пей много правда не пей по чуть-чуть и дыши носом а зачем такие задания страны в чем прикол я до сих пор не понимаю должны ли мы выполнять так важно только стулья будь а 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Передать привет Жене или жене? Катерина. Мне? Да. Жене. Какому Жене? Передать привет Жене. Какой ты Жене? Передать привет Жене. Жене может? У меня какая может быть жена-то? Нет, Женя это имя. Почему не написали кому, фамилия? Женя мальчик, девочка, кому вообще Женя? Ну, видимо, Жене, который самый близкий тебе или какому-то Жене, непонятно. Да. В общем, в следующий раз, кто присылает задание, пишите фамилию или как-то. Я передаю огромнейший пламенный привет Женечка тебе. Я не знаю, я хочу тогда передать всем Женям, которые я знаю. Я просто не знаю. И всем, которых я не знаю, всем Женям. Большой-большой привет. А если какой-то Женя хотел отдельно себе привет передавать, а не определяю Женю? Ну, надо, вот я поэтому и прошу, чтобы на будущее писали фамилию. Я просто не пойму, кому передавать привет, если нет фамилии. Ну, как бы сейчас передав всем Жене привет, ты как бы и... Да, я передаю Жене конкретно той или тому, который написал мне это задание. Вот так. Женечка, большой-большой тебе привет от всего чистого сердца. Только в следующий раз пиши, пожалуйста, фамилию и город или что-то такое, а то я не знаю, кому передавать привет. Женя! 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 Тебе большой привет только что передали. Ну, у меня есть, у меня вообще есть сестра Женя на Сибирном Урале, девочка моя хорошая, маленькая. У меня есть Женя, много Жень есть. Есть Женя, у меня муж моей подруги, у него сегодня праздник, кстати, День милиции, может быть, Евгений Ряшин, я не знаю. Ну, скорее всего, может быть, Евгению Ряшину и надо было передать привет. Вот я хочу, всем передаю привет, но я же не знаю, кто мне это написал в задании. Может быть, другой Женя. У меня много очень Жень знакомых, если честно. Женя, Женечка, Женек. Может быть, это вообще, ну, может быть, это упросил просто Женя, которого я не знаю. Женечка, Женек. Если она смотрит весь мир, то это не обязательно знает кто-то. Женя, хороший человек. Может быть, это мой новый поклонник. Женя, хороший человек. Я вполне не удивлюсь даже. А почему ты вполне не удивишься? Женя, хороший человек. Женя, хороший человек. Женя, хороший человек. Женя, хороший человек. То есть, у тебя много поклонников? Да, у меня достаточно поклонников. Почему тогда я нет мужчины? Ну, потому что, я никого еще не приключили. Ааа, понял, понял. Ты не любима, Катнику, да? Ну, были влюблённости. Почему? Ну, это влюблённость была, да? От любви ты ожидаешь чего-то большого? Да, настоящего. Один раз и на всю жизнь. Ага. Я тоже верю в такое. Да. Хотя, несмотря на то, что сейчас так сложно прожить в нашем мире... Как вы думаете, где настоящая любовь есть? В Москве или в провинциальных городах? Нет, в доме очень холодно. Я просто сравниваю. Сравните вещи. Вопрос я в том, что настоящая любовь может быть и в Африке. Хорошо. В процентном соотношении. Где люди более... Ты можешь сказать, Москва продажная и... Нет, я не хочу так сказать. Я хочу сказать, что Москва настолько город-мегаполис и все заняты делами, что, как бы, любовь и отношения, они отходят на некий, ну, вот, второй план, и люди, в принципе, на самом деле... И поэтому возникает вот этот момент продажная любовь, там, продажные отношения. А действительно, просто людям надо заниматься своими делами, они больше думают о своих задачах и целях, чем вот о каких-то отношениях. А отношения для них, они просто должны быть. В Москве просто надо быть максимально готовым, мне кажется. Вот за эти, за эту неделю, пока я вот тусовался с ребятами, мы будем за эту неделю говорить, что девчонки, они реально важны. Все, и мне, и ногам тепло, уютно. А как ходить-то? То есть, у меня расстегивается. Да? Ой, мне подходит под плачь, смотрите. Пойдем? Пойдем продемонстрировать. А как спуститься-то? Не знаю. Легким движением руки, подушки превратились в тапочки. Ой, подожди, у меня расстегнулся. Тапочек. Надо чем-то зафиксировать какой-нибудь ниточкой. Я хочу игрота пройдя, извиняюсь. Мы ближе к Саратому. А? Мне кажется, мы ближе к Саратому? А, понятно. Я не знаю, как там в Москве, не могу судить. Я не жила там по проездам, там какие-то встречи. У меня тоже так, друзья, но у меня обе хорошо. А-а-а-а, фитнес-гуру. Ты вспомнил кто это, фитнес-гуру? Ты вспомнил кто это, фитнес-гуру? Это выход, конечно. Это выход. Да? А, это чистое предположение. Да? Чистое предположение. Я потом пойму. Что, девчат? Мне приступали тапочки. Господи. Мы же на них спим по головой, девочки. Нет, мы на других спим уже головой. Легким движением руки. У нас замерзли ноги. Ну реально. У нас не грязные ноги. У вас-то есть обувь, а у нас нет. Вот так вот. Мы будем ходить в подушку. Кать, скажи, что ты молчишь. Реально тебе пофиг, что они это делают. Нет, мне это не пофиг. Ну, я понимаю. Что там, если ты хороший человек? У меня от того, что не заешь, раз ты есть скачение на губах. Что? Просуды. Если нет денег, то есть ты хороший человек, а дальше что ты хотела сказать? Ну, типа, если у тебя нет денег, но ты хороший человек, ну как бы есть деньги, но не так много. Ну, ты как бы в мегаполисе, тебя люди особо не будут замечать. Да, безвластность. Вот в Сочи просто по-другому. Да, в Сочи люди больше за человеческие качества. Я не считаю, что деньги прямо за человеческие качества. Они нужны, но можно убить мне деньги. Если рядом Юрка, ты хочешь тебе по-себа сказать, что если у тебя там мало денег, то ты как ты делаешь? На самом деле, с хорошим. Как маловато? У меня есть, извини, есть квартира, в принципе, есть машина, и мне хватает на жизнь. Вот почему у нас довела жизнь. Не то, что у меня есть миллионы там постоянно. Лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай. Мне кажется, что мотив надо искать в себе лично. Потому что три раза я обжигался жестко, ища мотивы. Просто мотивы в девушке. Не то, что они меня подводили, но просто ты начинаешь относиться к девушке, ты начинаешь все туда вкладывать, и ты немножко про себя забываешь. Ты просто такой человек. прежде всего мне надо сделать себя потом то есть к любви в принципе я думаю я сейчас не готов вот почему потому что для мужчины все таки главное это дело у него должно быть дело чтобы он смог я поняла что ты хочешь сказать к любви можно сказать готовым или не готовым к встречающимся как можно быть готовым или не готовым к любви надо быть готовым влюбиться это мне кажется одно но для любви нужно созреть то есть нужно научиться терпеть этим еще надо научиться терпеть научиться прощать надо научиться извинять друг другу надо научиться вновь видеть друг друга нового человека вновь удивляться смотреть с восхищением каждый раз заново это вещи очень такие давай сыграй а вот маленькая еще бутылка была я тебе оттуда сейчас наливалась с этой бутылки в стакан конечно Вася они про тебя песню поют ну да из 4 из 4 да видишь это смешиво надо его загубить потом найти так короче играем знаете на что что давайте сыграем что положите все карты сыграем на тот кто проигрывает остается дураком тот выполняет задание если придет кого того кто первый выйдет если этому это задание не очень нравится это возможно если изольда касса разрешит вдруг нет еще привез все выполнить и мы встрянем вообще ну все давайте просто играть как бы можно когда просто играть а когда не просто играть и не просто играть чтобы интересно было ну юрист мне кажется понимает о чем я понимаю да надо узнать у изольда касса я тоже поняла про что ну ладно давайте играть на это сердце мое сердце милана добрый вечер милана привет не дадите нам пакетик до вечера на мосту расскажите все забирает милана ты забираешь все зачем почему почему я сказал не надо с подушками так ну да это с подушками милана ты за подушек или ты все вообще забираешь у нас у нас там готовятся яйца горячие спасибо девчата это из-за подушек да сняли быстро вы хотят ножек оставить ты стала девочки это сырая девочки отожгетесь да идите ну погрейте ноги вы просто не ходите по полу сядьте и сидите тогда мы посираем милана у вас есть мыло мы посираем походу яйца тоже забираю с подушки не отбирайте нас так готовить нечего вот ну вот я добрый человек ну вот я добрый человек девочки ноги мерзут пускай в подушках ходят мне-то что их бить или что скажите подушки не надо надевать не скажи только вонтой это я моя фамилия вонта очень приятно познакомиться моя фамилия вонта можешь сказать мне вонта вонта скажи вот что ты думаешь милана мы постираем ваши подушки мылом земляничным ну а как вы взяли подушки на ноги надели эти подушки по полу блин у меня ноги мерзнут ты их можешь вот так ванной теплая вода есть иди грей ножки не ходи по полу тогда ты сама босиком ходишь она вон вообще в платье ты сама босиком ходишь не ходи по полу а зачем ты ходишь тогда а что у нас забрали все забрали все не знаю что теперь у нас ничего нет ну как бы фак просто эх ладно пофигу да пофиг да ну как пофиг ну как пофиг давайте играть уже ну пофиг да что парень нормально пофиг даже вот теперь они пусть сами все выпрашивают пусть сами я не удивлюсь если она у них и этот заберет она уже организовала день рождения хорошо получили что тебе надо это я не понимаю что ты сцепляешься мне проблемы какие то у тебя ну выйди отсюда хорошо у меня не подчеркнула давай пока не извиниться в камеру я буду ее кусать вообще плевать хоть что там делаете справедливо справедливо это справедливо я и так помогаю всем чем я могу а вы берете и плюете мне в душу мне неприятно и от себя ли я такого не ожидала мы извиняемся милана вот это твое извинение вот это вот мы извиняемся милана надо было взять их за штирку твои извинения реально ну хорошо за девочек алё девочки должны извиниться макс это честно но это извинение не должно звучать как просто мы извиняемся ради того чтобы извиниться ради того чтобы нам вернули вещи пойду постираю господи тоже не проблема чем ты будешь стирать что ты делаешь мылом что я делаю иду стирать что такая проблема обалдеть вы прям неуважение к дому да че с ними случилось они че испортились порвались или что из всего делать такую трагедию относиться так к вещам трепетно это ее дом она относится к ней трепетно да какая разница а что важнее люди или вещи подушка не заболеет циститом а ты должен циститом не заболеть эти ноги в подушку туда положишь а не будешь надевать и танцевать в них ты мне танцевала ты ноги не грела ты мне танцевала а если бы захотела ноги греть ты бы их в подушку засунула а че она мне тут пытается доказать что она просто грела ноги ну не надо не грела ноги давайте не ругаться я помимо того что вы не грела еще и веселилась или мне сидеть расстроенной и трястись у боже у меня так мерзнут ноги просто и все подушки дальше кипишу эти из-за какой-то хрень и вот если она откуда есть будете чё выпрашивать что-то дойдите всем ты же тоже кушаешь ли я понимаю да просто но дело-то не в этом вот нафига да все господи проблема такая о боже испортились подушки подушка еще раз повторяю не заболеет циститом и не умрет если бы она она стала накалять она стала танцевать тихо ребят тихо ты башкой думаешь вообще есть один момент ксю попросила носки милана и по-доброму принесла носки она взяла их шваду мне пофиг твои носки не нужно потом надела подушку милана права но и ты права что цистит но мы бы могли попросить просто носочки просто сказать милан холодно ногам дай нам что-нибудь чем-нибудь походить они реально брать подушки мы на них спи васич тут спит лицом надо реально уважать и ценить друг друга реально проявлять уважение не показывать видимое уважение на секунду они реально сначала это гавкаться гавкаться как всю два дня назад на меня столько раз обосрала меня а сейчас я должен к чертовой матери уважение какое уважение тебе в щи сунули ее отравили тут всех очень сильно уважают она в сговоре с этой уродинкой которая нас сюда притащила и я не собираюсь болеть за нее и все это какая-то мразь ты поняла тупая так поаккуратнее с выражениями давайте ничего хорошего это не довезет куда естественно у нее замерзают ножки а я просто так как бы вы понимаете мою сторону в этом доме кидаются все камни чтобы я не сделала мне опять то гестапо в юбке забрала подушку мало того что нам не просто не дала а теперь как бы вот я должна сидеть что иди давай будем коалицию создавать против гестапо в юбке а кудрявый только и делает что кида все время кидает мне эти камни я не понимаю что ты плачешь нет я не плачу настоящие мужики не плачут правильно вообще вещи а гордыня наша которая вот тут вот нахрен не дает нам быть человеком вот за что я газовать буду до конца мне пофигу реально пофигу вообще кто там чё будет писать и если даже изольда сама попросит что-то если это несправедливо это просто нечестно понимаешь да нам нужно наследство можно и один не могу просто спаду по подушке на ноги надели почему почему ты не можешь на них ни на одну ни на втором круге у тебя же нет я просто так же понимаешь милана сказала подумаешь засунули ноги в подушки и что это просто подушки какие-то вонючие они даже не брендовые а просто подушки она нормальная конечно ты хоть ты как-то может повлиять ну что потому сколько можно терпеть я ничего плохого не написала да девочки давай давайте значит все я ушел мы еще поборемся но еще поборемся и за наследство и за достоинства конечно проще всего отказаться я понимаю тебя раз и не не нет она она спрашивает у вас кто из вас достоин наследства хоть кто-то как-то вы можете определиться у вас есть люди которые смотрят на вас тут еще есть выбор если она вам не нужна я буду несказанно рада то есть тут как бы понимаешь ну а как второе она напоминает мне кажется второе можно лишиться восьмой здесь не просто так что выиграет это наследство достойным вы не между собой не можете решить кто хоть на что-то способен но у вас есть зрители которые смотрят на вас возможно у них можно спросить просто если они от вас откажутся то все вот то что здесь происходит это напрасно ну ты же видишь ты же видишь что в принципе мы мы да не не оправдывайся да я не оправдываюсь я имею ввиду ну да ну ну сходи сходили они глупые по сути я сейчас не про этот инцидент она вообще а как мы определим кто из нас достойны наследства если в принципе мы еще никак не можем проявить свои достоинства вы не определите вспомните кто это сделает кто определит кто из вас достоин ну мы так поняли что это сделают смотрители то есть наши зрители это сделают мы сами можем ну так спросите у них хоть кто-то из вас задал этот вопрос им вы только просите требуете потому что нам необходимо я понимаю ну и спросить тоже можем вы забываете для чего вы здесь как это но она же в сговоре значит она же как-то с ней связывается вот именно она же могла повлиять на кац например могла бы сказать что ну раз они у меня дома не все так просто наверное не все так чисто и не такая уж она и милашечка видела вышла в люку бука ванюка я заболею тут и умру у меня уже насморк когда я болею мне плохо то есть ты считаешь что моя реакция при выходе в зал ваня оправдана нет нет сейчас что сейчас смотри еще хуже начнет делать сейчас она у нас еще постельная заберет и все и матрас унесет и будем на досках спать что я поддерживаю конечно сложно но это же все должно пройти какое-то время мы мы хорошие по сути люди хорошие да с глупостью с какими-то своими амбициями с какими-то своими принципами еще что-то но а как по-другому любой человек любого у любого человека который который у которого уже как какой-то возраст прошел у него не свой характер свои принципы что-то свое естественно он не может взять вот так вот сразу и измениться но это невозможно но мы будем пытаться мы будем это делать какими-то не знаю фантастическим образом мы постараемся что-то изменить но просто человек это такая сущность когда если вот у него что-то заложено все он останется на своем пока не поймет что надо перейти какой-то другой шаг я очень вас прошу не надо от нас отказываться или еще что-то просто дайте нам шанс доказать вам что мы мы достойны этого наследства конечно мы понимаем что вы будете рады но это говорит если она будет несказанно рада ты говорит о том что сумма там приличная кстати греется как вам да ребят да здесь дело не в этом если смотрители по сути от нас откажутся ну какой смысл тогда всего этого они не откажутся от нас вообще помогают вас полюбили про то самое главное это нам тут все вместе договориться нам тут к совершать какие-то хороший поступок ну не заверши хороший поступок поэтому помирись ты смею и люди ну мы люди ну да 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 мы люди не все сразу происходит не все сразу милиции но это среди всех людей так да если каждый вспомнит свои вот кто-нибудь нас смотрит если что все забрала такая она классная очень классно устраивать знаешь свою расправу блин когда ты такой закрыл людей в доме дома да 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 вообще почувствовала себя этой главной почувствовала власть а потом надо вот соединиться что спасает нас все время признание и желание любить если ты любишь свое дело человека если ты любишь свое искусство свою музыку стихи я сейчас от себя говорю ты просто делаешь так чтобы опять любить это как-то чтобы восстановить соединить как как сказал один хороший человек великий прощение просит тот кто дорожит отношениями или дорожит любовью вот и все если человеку важно он просто он просто это делает не потому что он гордый ему тяжело это сделать или его оскорбили или еще что то а просто он хочет чтобы это это случилось и это полезно дело человеку именно тому кто совершил поступок плохой вот я совершил что-то игру макс прости меня просто прости васич прости меня катя прости если я вам нагрубил когда-то все вот-вот и все и мне легче становится а почему не хотят не считаю что они правы ну это думаю что пока так я считаю просто в любом случае нас поместили мы все разные люди и нас поместили замкнутые пространства все какие-то сейчас стрессы происходят непонятно что паника в душе и люди в любом случае все мы разные с разных социальных слоев разные возраста разные характеры и пост идет сейчас обычная притирка как у всех нормальных людей но это так всегда бывает сейчас самое главное сейчас самое главное нам вот просто нам надо договориться с миланы просто договориться единственный человек все в принципе договори даже ксю нам надо с ней договориться и просто стать друзьями другу как будто она седьмой наш персонаж слушай ну наш седьмой человек рода называй как хочешь человек герой что у нас ты прав вот так я тебя чем и говорю ты понимаешь ты говоришь о том что он седьмой наш родственник человек ты прав что нам надо договориться но мы забываем о том что мы считаем ее хозяйкой дома да и как но по сути ты тоже сказал она говорит вы только просите гриш но нам необходимо я понимаю но мы забываем о том что мы тоже ее можем обидеть и что она тоже человек понимаешь мы забываем о том что мы ее можем обижение мы привыкли рядом мы привыкли тому что она даёт что она такая мудрая что у нас ort you wish но о том что мы ее можем за обидеть она а мы об этом забыли понимаешь объясню вот как она в первый день сказала представьте если к вам придут гости и будут творить здесь дичь просто это хорошо если она на самом деле так просто хозяйка а если на сговоре с изоль де каци она хочет нам наоборот от а чем она тебе здесь насолила кроме того что она тебе дала дала посуду расскажите чем же каждый из вас достойно расскажите о своих качествах хороших и плохих тут просто было написано ты хочешь услышать что было написано просто было написано что каждый кто же из вас все-таки достоин этого наследства если вам это наследство не нужно я буду только рада сказано рада это не только не то что она со злого это просто шутка она тоже человек хорошо если не хотите нет это не шутка ей понимаешь ей ну выгодно чтобы мы сделали так чтобы она получила наследство но это выгодно делаю другом для на я не и вообще я по жизни делаю все друзья я понимаю ну как бы ну а по я нашлю когда справедливо когда дружат и когда по-честному и уважают человека да но просто если изольда кац оказалась в тех же условиях но с другой стороны понятно где-то там и она все это организовала с наследством нашей бабули со всем этим то единственный способ который приведет нас хотя бы каким-то деньгам пусть кто-нибудь достойный будет мне уже пофигу мне уже интересно что у меня есть родственники вот это круто пускай мы не знаем друг другу ну вот это круто и только этим этими договоренностями мы все вместе можем добраться плюс еще за нами смотрят вот все эти люди непонятно их сколько там знакомые наши или чужие люди неважно они тоже смотрят это вообще касается всей земли то что здесь происходит вообще нахрен всей земли и всех законов которые происходят вообще в этом мире потому что все люди простые всем нужны отношения всем надо договариваться это касается вообще всех и каждого в любой семье в любом там в любой профессии в любом коллективе в любой работе вот и все надо быть человеком как сказал антон палыч чем хранить все человека хороших плохих качествах нет хороших и плохих людей хорошие плохие качества я вспыльчивый могу спылить ну на меня надо очень сильно довести чтобы я как сумасшедший что-то делал очень сильно просто но у всех есть грань хорошее качество я не знаю я не люблю все говорить хорошо пусть обо мне люди скажут что-нибудь если они видят что-то о чем же каждый из вас достоин как мы найдем кто достойный как мы это определим я вообще не понятия не имею я сейчас с ума сойду как мы можем говорить о себе кто достоин кто недостоин там какие качества хорошие какие плохие как можно сказать о себе я не знаю как можно говорить о себе да прекрати пожалуйста я тут только что поднимал все ты зачем все какаешь то да она не говнила нормальная тоже пусть делает у нее есть свои выгоды своя выгода от этого а в чем говнилась то да пофигу пусть издевается это ее выгода а может это не она и золь да кац может это не человек вообще там группа людей или куча народу может они нам лучше хотят сделать я верю в то что семья это самое главное в жизни человека и нужно стремиться к тому чтобы твой рот и твои дети и близкие тебе люди всегда были обережены я хочу быть стеной для них понимаешь да да я делал глупости мои плохие качества от того что я всегда делал глупости что ты сюда пришла выйди отсюда почему тут выйди я сказал я я очень рисковый понимаешь я я иногда думаю что проще сделать проще рискнуть несмотря на последствия и не за это попадаю да это мои плохие качества я не думаю что потом это может повлиять на мою семью и на мою жизнь очень плохо ну то есть не очень я дальновидный понимаешь но я верю в то что у каждого человека есть хорошее достоинство даже если они где-то глубоко у каждого знаешь тюрьма меня научила тому что человек он всегда остается человеком в любом в любом месте в будь это какая-то крытка прям по жесткой будь это знаешь просто барак человек всегда должен оставаться человеком вот это я знаю точно вот и все вот все мои хорошие качества или достоинства я знаю что я смогу смастерить табуретку если не будет одной ноги от табуретки ну ножки я знаю что я смогу по дому сделать помочь я знаю что если если есть хозяйка дома то как минимум к ней нужно уважать да я не доверяю сразу но я такой человек меня так научила общество вниз не сразу доверять но я присматриваюсь ты не хочешь откровенного разговора я тебе говорю что мы еще поборемся за это наследство и каждый из на из них пусть не сейчас но потом они смогут понять что главное это вот даже даже то что и мы обрели друг друга сейчас у меня появилось пять родственников хрен его знает кто там пятая вода на киселе или там какой-то племяшкой там или еще кто-то не важно но то что семья это главное для меня вот это я знаю точно все базар закрыт где где как обычно просто в раковине стернуть их мыло зачем-то хочу все не стал стирать до 100 враг никак не получится ты просто спрашиваю ты хотела постирать ну что-то я хочу денег я вот так вот оближу вашу жопу ну ради денег все тихо 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 подержись ты смотри какая она а ты посмотри тут то прям пупяшка прям эту жесть какая ты посмотри мне понимаешь а вот чувствуешь куда там прям да вот туда прям хоп я прям не ожидал ну ладно расскажите о своих качествах хороших и плохих как можно как муж кого-то издевается на такой типа вы смотрели кто-то наверх типа не смотрю из вас достоин что это такое пожалуйста давайте подумаем каждый из вас достоин чуть такую населись ну смотри вот есть общество общество есть определение что такое достоинство или кто-то кто-то если жертвует там в на церкви кто-то жертвует в интернет в детские дома кто-то то есть качество и достоинства они могут выражаться не только допустим что я сказал пожертвованиях да а общество есть какие-то определения достоинства допустим благородность благородная вот такие качества к тема церковь ходишь ну я вот давать это церкви вообще о религии и о политике здесь вообще не будем как бы говорить да дело касается просто человека до человеческие достоинства и они могут вообще просто надо не просто человеческие качества человек как это может быть могут быть и говно качественный маешь и человеческие а именно достойные качества достойный человек достойно а у неё какие качества она достойно этого всего она как поступает с нами и расскажите-ка пожалуйста уважаемые zone до а чем то же блин вы так достойны этого всего может быть вы в натуре такая офигительно достойно и нам нафиг это ничего не надо конечно забирайте наши бабки. Ли, так она и не соревнуется. Что вообще? Она не соревнуется. Подожди, с чего она решила, что она достойна? Она что с нами делает? Так ей не надо решать, достойна или нет. Она в другом положении. Она просто определить хочу. Она в другом положении. Она, если сделает вот так вот, мы обострюйте, она заберет себе. Вот. Ей плевать. Достойна она или нет? Ну вот и получается, значит, она меньше всех из всех нас достойна. Так а с чего ты взяла, что она вообще об этом переживает? Да пошла она в жопу. А разве это не бабушкины условия, чтобы мы достойна? Там про КАЦ ничего не говорилось. КАЦ это просто человек, который сделал так. Ей КАЦ важно, чтобы мы обосрались, чтобы забрать. Может быть у нее вообще нет достоинств у этой КАЦ. Может быть она просто алчная женщина, у которой есть свое юридическое агентство, которая в принципе хочет, чтобы мы все... И все. Понимаешь? Почему она должна с нами соревноваться в достоинстве? Нет. Она специально провоцирует на всех, чтобы вот сейчас допустим, Лия показала себя и называла ее мразью и всякой пошла в жопу. Понимаешь? Ей вот это надо. Что надо? Чтобы я ее в жопу послала, что ли? Понимаешь? Да. Вот и все. Ей надо, чтобы я ее послала в жопу. Вот чувак сбивается. Чего добивается? Но она уйти не может. Понимаешь? Только ты, Вась Васин, же охренительно достойный. Она будет вот так по кругу так бегать. Вась Васин, ты по кругу. И я буду. И ты, и Вась, не согласен. Я говорю наоборот. Я сейчас не хочу входить с тобой в диалог. Ну а что такое? Ты ты достойный? Это если я только уйду, у тебя не будет наследство. Тебе важно, чтобы я тут осталась. А если я себя показываю с недостойной стороны, тебе это только выгодно. Что такое-то, а? Все, все, стоп. Иди в жопу, Изольда Кац. Иди в жопу. Вот так вот. Вот. Пойду дальше с санной подушки стирать. Блин, тут все правы. У меня ощущение, что здесь правы все. Теперь вопрос. Есть ли вообще правда? Как ее найти-то? Уважаемые зрители, смотрите. Она тоже права. Изольда Кац. Объясните, пожалуйста, мне зачем это все нужно? Мне зачем? У меня есть деньги. Я не претендую на это наследство. Но мне зачем это все нужно? Я не могу здесь больше находиться. У меня послезавтра день рождения. Я в дурдоме. С непонятными мне родственниками. Я их знать не знаю. Но зачем мне это нужно? Сколько это будет продолжаться? Когда это все закончится? Это противозаконно. Вы забыли? Если мы в Российской Федерации, то это противозаконно. И вы не имеете права так нами распоряжаться. Наследство должно выплачиваться по тому, по степени родства. А не так, кто достоин. Кто здесь из них достоин? Один чокнутый, другой психопат. Третий дерется. Четвертый там непонятный жулик какой. Кто здесь как достоин может быть? О каком достоинстве вы тут спрашиваете? И кого вы спрашиваете о достоинстве? Когда это все закончится? Люди мертвы. Значит, ее тоже это задевает. Блин, если выяснится, что из Ольда Кац просто нашу розтенецу тоже самая богатая, которая просто устроила весь этот сумасшедший, просто какой-то странный хрен. Круто стирать подушки садные. Очень, очень, офигительно. Круто стирать садные подушки. В темноте. Кремного света. Итак, кто побеждает в номинации? Самый мерзкий, гадкий, пакостный, уродливый, мерзкий человек. Изольда Кац. Спасибо. Бонус, блин. Круто. Я не могу. Ставим аплодисменты. Изольда Кац. Изольда Кац. Я буду умирать и говорить, какая это мерзкая, поганая гнида. Чтобы быстрее, что произошло. Те, кто нас смотрит сейчас, услышьте меня, пожалуйста. Может быть, вы как-то повлияете. Что-то сделаете, проголосуете. Блин, куда идти-то? Мне кажется, пора собирать вещи и покупать себе кусочек земли где-нибудь. Ну так, два на два, два на метр. Как нужно вырубить человека так, чтобы он потом очнулся? Я знаю, в кунг-фу есть один прием. Так, чтобы не больно было. Просто вырубишь так, чтобы ты... В шею прорубаешь и все. Знаешь, ты так рукой хлоп и прорубаешь. Вот я просто увижу, как ты покажешь это, если наденешь мой браслет. Я придумала песенку. Какую? Тупая изольда, Кас. Катя, Катя, бери ее, пожалуйста. Катя, бери ее, блядь. Пожалуйста. Катя, выключила свет. Тупая изольда, выключила свет. Тупая изольда, тупая изольда. Бери ее! Помолчи, пожалуйста. Бери ее! Когда это закончится? Вы что, с ума сошли все? Тупая изолда Когда это прекратится Включите свет Сколько можно уже Когда это все закончится И не сможем мы с вами Ни один из присутствующих Сказать естественно Кто из нас достоин Это люди смогут сделать Только по ту сторону экрана Или изолда каст будет это решать Или это решать будут зрители Вот я хочу понять Если это решать будут зрители Смотрители, которые сейчас за нами смотрят Пусть они определят Кто же из нас достойный И пожалуйста Мы здесь этого сделать Никак не сможем Вы быстрее можете Чтобы прекратился этот дурдом Чтобы вы уже побыстрее определили И вы пришли отсюда Потому что здесь Становится невозможным Вот у нас уже и слезы Да все, все, все Да что ты ревешь Не плачь, пожалуйста Где он получает свет? Да вырубили его Вырубили специально Что ты не понимаешь что ли? Кать, его специально вырубили Она начала на изольду гнать Все Да потом я так понимаю То ли она, то ли кто Обрубили свет здесь Давайте без истерики уже теперь Все Мне страшно Страшно, конечно Это говорит о том Что не надо здесь Так себя вести Отвратительно Мне кажется Он боится без света Все, все, все Все, все Все будет Да ладно, тихо, Катя Я тиху Лучше, чтобы она была за нас В таком случае Лучше, чтобы она была за нас Я здесь Я спорта Мы выживем Выживем, девчата Вот вы уже сами убеждались Что из каждой ситуации Есть ими И мы сейчас найдем Ну просто такая временная трудница Вот сегодня Видите Свет нам Почему петь? Что там петь? Да это я, наверное, случайно задел У меня есть бутылка воды Припрятанная Прямо путь, случайно Я прошу вас Успокойтесь Да мы не можем уже успокоиться Страшно А что будет дальше? Все, все, все Все А как мы будем отмечать Твой день рождения? Я надеюсь, что Определять достойного До этого дня Например, до завтра И мы уже выйдем Потому что я не знаю Как я не хочу Здесь отмечать День рождения Катюш Каким образом Достойного До завтрашнего дня Ну что за бред На, держи Я водичку принес Может быть нам помогут люди Смотреть И вот воду Супер из литвана Осторожней, бутылка И выберут достойного Прямогуя Че этот киборг Куда он опять делся? Че? Иди сюда Че там? Страшно Из-за каких-то Санных подушек Я согласна Вообще Лучше страшно Давайте отпустим Эту ситуацию Да у вас просто На самом деле Накопилось За эти пять дней Просто накопилось Подушки Это просто уже предлог Это понятно Да Это был просто Последний Вот момент Последняя капля На самом деле Дело совсем не в подушках Правильно Я уже говоришь Дело не в подушках Все Все Я не могу так Макс, иди сюда Ты че там? Боится темноты Мне кажется Боишь темноты, Макс? Да Иди сюда Иди сюда Не боишься Иди сюда Иди сюда Я не могу Да все 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 хорошо Ладно Я хочу гулять Ничего не Она хочет гулять Тутоваться Она хочет избивать Пьяных бомжей Она хочет Трясти попой На танцполе Она хочет Обливаться Мартинками Джеком Дэниелсом Вместе со своей подругой Ксю Они хотят тусить Есть И веселиться Вот че они хотят Но они здесь И плачут Ну плачут Да ладно Тусанешь ты Ты доберешь до наследства И будешь тусить До конца жизни Представляешь? До конца жизни Мы здесь все Если мы умрем То мы умрем Достойно Никто не умрет Че ты несешь Брата Ксю говорит Она как всегда Позитивно настроена Не знаю как вы Я умирать не собираюсь Точно Мне еще много Хочешь отдыхать Вот она Тупая Тупорная Согласна Не видно Как нам свет Надо в жопу Катерина Надо в жопу Не хочу Разберемся Хватит Что нам теперь делать Что там трещит Стирать ссанные подушки В гребаной темноте Что там Что там Это камера Что-то трещит Что-то сказать хочет Да не бойся ты Иди сюда присядь Мы должны быть Все в комнате Присядь на диван Не двигайтесь Вон сюда Вот место тебе дают Вот сюда Присядь Вот и сядь Зато темно Можно потанцевать Та че паритесь Все будет хорошо Нормально Поплакали Повели Все нормально Все будет круто Пустите меня Ну просто я париться Начинаю Изольда, Кац, вам не снижай нас. Вась, Васич, Вась, Васич, разберись с ней по-мужски с Изольдой. Как я с ней разберусь по-мужски? Ну скажи ей, какие-то весомые аргументы. Пускай включит свет. Зачем она нас пугает? Что ей надо? Ей мало того, что мы уже и так в таких условиях. Она хочет показать, что она здесь босс. Да. Чтобы мы ее боялись. Мы тебя не боимся. Давайте. Выдохнемся. Не ходите картишки в темноте. Может у Миланы свечу попросим? Я думаю, Милана не будет с нами разговаривать. Да, спасибо, Ксю. Свечу. И, о, кстати, если ты попросишь свечу, будет круто. Нет, сейчас даже перед ней извиниться. Это точно, сто процентов. Я хочу хотя бы не умереть с головы. Милана Андреевич, ты так относишься к своим вещам? Потому что у нее на самом деле не так много. Они у нее единственные. Видите, дом очень здороватый. Она очень бережно в саморазе. Ей нужно извиниться. Возможно, она что-то вернет из посуды. Мы даже потом готовить уже не сможем. Я постирала санны и подушки. А куда повесила? Никуда. Вот они тут. Повесь на стуле на этом. Да, иди сюда. И все из-за санных подушек просто. Давай, давай повешай. Иди садись. Не ходи по полу холодному. Да пусть заболею и умру вообще. Да не умруешь? Ладно, у меня осадок просто. Просто на секунду показалось, что Ксюз в сговоре с Изольдой Кац. Я подумал, что она может быть тоже той же, потому что она такая была. Ты серьезная сейчас? Да ладно, я пошутил. Да расслабься сегодня. Чего вы паритесь? А, давайте расслабимся. Ты зачем на пол бегла? Чтобы скорее заболеть и умереть. Чтобы не умирать медленно и мучительно. Чтобы умереть быстро. Да нафиг надо. Да не надо. Да давай тебя подниму. Да ну не надо. Давай, давай подниму. Ой, прости. Вот так поднимайся. Ну иди садись туда. Ну пожалуйста, сядь ты. Да не надо умирать. Или ты хочешь умирать? Я хочу лечь и тихонечко умирать. Что я могу еще сделать? Вот ты заболеешь. Как мы тебя лечить будем? Все, все. Ничего больше не остается. Тапочек у меня никаких. Тише. Кто это? Кто там? Можно кто это откроет? Впервые за неделю кто-то ломится в дверь. Тише. Тише, тише. Кто это? Кто это? Кто там? Да подождите вы чего? Иди сюда. Изольдочка, солнышко, это ты? Сейчас тебе как в глаз втащу. Прократили. Иди сюда. Там нет никого. Кто там? Откройте нас, пожалуйста. В окне никого не видно. Так, Вася, Вася. Иди сюда. Вася, иди сюда. Господи, Вася, это чем поможет? Сейчас как втащу, я в глаз. Пусть только зайдет сюда. Откройте нас! Люди, вы кто там был? Откройте нас! Нас заперли в этом доме! Страшно. Вазон запрыгнул. Это что, нас пугает? А вы представляете, если она может послать сюда кого-нибудь, чтобы специально завалить? Ну не завалить, но как минимум, чтобы мы тут подобосрались. Что сделали? Подобосрались. Мы испугались. Вася, просто так выражается все. Ну и что вы думаете? Кого она сюда послала? Чтобы нас напугали? Чего это? Единственное. Или может что-то случайное? Я там никого не было, вот в чем дело. А вы слышали эту историю? Вчера ночью играла какая-то музыка. Типа, типа из шкатулки, да? Да, ты тоже это слышал? Конечно слышал. Я мало того, что слышал, я потом спросил, что это за хрень, и мне кто-то ответил без понятия. Давайте не кричать, друг. Это я ответила тебе без понятия. А, ты? Я выхожу в коридор, а там стоит шкатулка, знаете, как в фильмах ужаса. И она просто заводится вот так, трынь, трынь, а там музыка играет. Вот эта... Вася, Вася, ты не помнишь, как она там такая еще? Нет, музыка я не помню. Я помню потом, что потом, когда она закончилась, что-то упало, и по лестнице так... Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Я встал, я посмотрел, я обошел всю комнату. И ничего не было, я тоже... А потом вот так, Милана как-то, как будто, знаете, она так пробежала, и такая, как-то вот так сделала, и исчезла. Это мужчина был. Может, она веселилась? Мужчина? Это был мужчина. За дверью? Который стучал. Так. Он как вот такое... Лицо такое... С оружием? Нет, круглое такое. Какой-то. Ты видишь это? И синяя куртка. Синяя? В смысле, а какое оружие у него было? Он, по-моему, как... Он сам по себе, как будто бы, не хотел зла, но ему надо было. Приказали? И, скорее всего, да, прийти, не что-то сделать плохое, а просто как будто бы вот так, бу. Напугать, типа, нас. А, может, пусть и Золька прислала кого-то напугать? Это... Значит, она где-то рядом. Нет, либо она где-то рядом, либо вот эти люди где-то рядом. Это был мужчина один. А может, мы вообще все рядом, и Зольда Кац вообще тут рядом где-то? Я ей говорю, у нас где-то рядом. Он где-то живет. Он где-то живет. Вот тут... Да. Подождите. Тихо-тихо-тихо-тихо. Смотрите, тут есть такая маленькая коробка. Коробка... Как... Маленькая деревянная коробка. И там человек. Вот такая собачка. И он как будто бы вот оставил оружие там. Ага. А сам пришел сюда, но... Потому что он не шел убивать, но... Если надо, он... Это типа охранник, что ли? Как будто бы... Как... Да. Как доберман такой. Собака у него есть? Нет. Это он сам как... Попытаемся выбраться, нас поймают. Он сам догман мне почему-то приходит. Короче, мы тут полностью вообще под контролем. Тотальным. Тоталитаризм. То есть нам нельзя ничего... Что нам делать? О, боже. Так. Я ничего не боюсь. Вообще ничего. Ты боишься, что только циститом заболеть? Ничего не боюсь. Если бы нас хотели бы уже убить, я бы нас не хотела убивать, что-то с нами делать, тем более по камерам. Такое ощущение, что нас просто сейчас поругали. Вот... Вот... Тихо там! Не показалось вам, типа, вот таким это? Мы пожурили за то, что как бы мы наезжаем. Да? Ну, вам не кажется странным, что сначала шкатулка заиграла вчера ночью, а сейчас выключился свет, и кто-то постучал... Кстати, мне снился сон. Я снил... Я видел эту шкатулку во сне только, и я думал, что мне это приснилось. А вы сейчас говорите об этом? Весь день, я еще днем слышал. Я сейчас понимаю, что это реально было, да? Да. Там такая музыка таинственная. Может, это Милана просто... А будильник этот постоянный? Вот сегодня Миланин будильник был. Может, она просто играется так, или что? Хорошо. Она веселится, да, так и просто... А может... Аня... На на стул хоть, сядь, пожалуйста. А что нам делать-то теперь? Садись на стул. Давайте говорить шепотом, чтобы они нас не слышали. Они все равно будут нас слышать. Мы обложены со всех сторон, понимаешь? Пожалуйста, не сиди на полу, сядь ты на подушечку, ну. Хотя бы. Спасибо. Короче, я сейчас тебе принесу плед. Ты достала уже ныть. Мне страшно. Подождите, но Каджи не хочет нас убивать, да? Потому что... Он же давно бы убил. Подожди, что делает, Вася Васич? Вася Васич, что ты ешь? Нет, ну ты издеваешься, что... Как такое что-то и есть. Что за фигня? Я не боюсь. А тут есть теперь. Ау! Я не боюсь. И Милана не выходит. Она теперь не будет ходить. Ааа! Становится все темно. Я ничего не боюсь. Слушайте, давайте все сядем на диван и будем держаться за руки как-то. Мне уже очень страшно. Я ничего не боюсь. Так, держи. Ты здесь? Я ничего не боюсь. Где ты? Я ничего не боюсь. На, не болей. То есть вечеринки не будет? Нет, вечеринки. Я ничего не боюсь. Не мерзни, пожалуйста. Я ничего не боюсь. Ася, ты где? Ты тут? Он где-то здесь. Вот уже сюда. Это я здесь. Что, мы же в крокодилы поиграем? Да, только в него. Давайте поиграем в глухой телефон. Это как? Ну, кто-то передает слово, и мы вот так шепчемся, и нужно, чтобы последний сказал, что это было за слово. А кто загадывал, говорит, оно это или не оно. Я ничего не понял. Это не дойдет. Ну, типа, 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 вот. Ну, Макс говорит какое-то слово, например, апельсин. А где Макс? Здесь? Да, вот. Где ты где? Здесь сидит, вот. И оно должно дойти до последнего человека, таким, какой был этот случай. Когда не играли в глухой телефон? Я в детстве, помню, в 92-м играл. Может, какие-нибудь истории лучше расскажем темноте? Страшные, да? В лагере. Нет, может... Милану попросим свечку? Я думаю, Милану сейчас не то, что свечку. Она, в принципе, неделю не выйдет. А если девочки... Тихо, тихо, тихо. Батю, сходи к двери. Кто там? Кто? Кто? Я не понимаю, что они говорят. Что-то говорят? Фак! Что такое-то? Это что такое? Нифига себе! Холодно! Кто там? Это что, дуня сейчас из печки-то? Очень холодно стало бы. Очень холодно, да. Серьезно? А вы серьезно настроены, да? Прикольно. Ты можешь просто... Помолчать, я тебя прошу. Сейчас... Почему стало так холодно? Жутко, страшно. Кто-нибудь остановить ее? Мы сейчас тут умрем все. Вась, Васич. Прекрати, так тебя видели. Не хотели кушать. Что это делает? Что такое-то, ну? Да тихо! Так, тише, тише. Это что, Васич? Это что такое? Это я так понял, этот недушитель. Ты-то просто тупо над нами издевается. Кто-то нас тушить хочет. Васич, а что сказали за дверью? Ты говоришь, что... Я не понял, говори... Что начинает... Что это? Что это? Я не знаю. Это Милан, это все Милан. Кто за дверью, скажи! Давайте... Иди сюда, возьми стул. Я не могу. В смысле я не могу? Иди возьми стул, говорю! Быстрее вставай, Макс. Иди сюда. Вставай сюда, быстро. Прокачка, ты же прокачиваешься. Ну давай с подушкой. На, с подушкой, иди сюда. Три пацана в парне, как мы... Да мы не орем. Ну ничего не происходит. Кать, нас пытаются выкурить. На, на, щит, держи. Убить пытаются нас. Вот иди сюда, на эту сторону. Так, Вась-Васич, я предлагаю сделать баррикаду. Стоп, не подходите, очки вылупали! Тихо, сука. О, нет. Хочешь поиграть, да? Хочешь поиграть? Преклати, иди сюда! Иди сюда, сварь! Катя, не уходи, Катя, Катя, не уходи! Прекратите издеваться на трюк себе! Вы не имеете право так себя вести! Они не выдают, успокойтесь. Катя, пожалуйста! Я все, все спокойно. Это специально, это специально нагнетают. Я знаю такую хрень. Что-то не вылетит, да? Вась-Вась, помоги, пожалуйста, стол поставить. Сюда поставим стол. Давай, чтобы не было на нахрен, на нас. Стоя столы. Думаешь, надо стол ставить? Да, стол. Катя, я не знаю! Ну ты смотри, куда жопа вообще? Вот так, вот так поставим его нахрен. Все, пусть нахрен. Оттуда ничего к нам, чтобы не вылетит. А тут бесятина сейчас какая-нибудь полезет, я не знаю. Ничего вообще неадекватного. Как бесятина не полезет, а специально они нагнетают. Да, как так-то с той стороны? Где, как ты объяснишь, как туда еда приходит? Я не понимаю. Как все это случается? А здесь еда приходит, значит, кто-то ее туда кладет. Значит, кто-то ее туда кладет с этим херней, нас и пугает, понимаешь? А вдруг сейчас оттуда дичь какая-нибудь вылезет? Какая может дичь? Не знаю, какая-нибудь хрень. Зомби, что ли? Да жомби, бес! Какой дух какой поганый или еще что? Можно заслонку поставить и держать? Это Милана. Держать заслонку. Как это Милана? Я ничего не вижу. Иди сюда. Встань заслонку. Встань. Встань, держи теперь. Иди, встань заслонку. Что ты слышишь-то, ё-моё? Я ж я сейчас... Куда ты слышишь-то? Ах ты... Вот сволоча. Вот ты трусишка-то какой. Куда? Я просто поставлю, держать. Да ее уронят лишний раз нас пугать. Бирай стол. Я сейчас... Давайте успокоимся. Давай, ладно. Это Милана делает. Да, конечно. Милан с огнетушителем. Перестань свои шаманские штуки-то эти. Развод нас этот, разводить нас тут. Что? Нам надо извиниться. Да, вам надо извиниться. Аллилуйя. Аллилуйя. Как? Ну, если мы не извиниться, Анна не перестанет. Что такое-то? Что это? Милана! Милана, иди сюда. Прости, пожалуйста. Милан. Милана! Милана, прости, пожалуйста. Милана, иди сюда. Я больше так не буду. Ксю тоже больше так не будет. Я буду за ней следить. Я не знаю. Я просто начала сходить с ума тут уже в этом доме. Милан. Прости, пожалуйста. Я не подумала. Я забыла, что ты и есть этот дом. Пожалуйста. Милан. Милана, иди к нам, пожалуйста. Скажи, Ксю. Ксюша, скажи что-нибудь. Ксю. Да. Погромче, можешь сказать что-нибудь? Прости. А почему ты так тихо говоришь? Скажи. Милан. А-а-а! Господи, Милана, прости, пожалуйста. Милана! Милан, прости, пожалуйста. Милан, простилась, пожалуйста? Пожалуйста. Вы больше так не будешь. Я вас уже простила. Я даже подушку вам вернула. Не просите, я погорячилась. Это больше вещи тебе. Я постирала подушки. А что нам делать, Милана? Да он сам выкрутил. Это не мы выкручили. С осторожной, Милана. Это не мы выкручили. Мы подумали, что это вы. Мы просто напугались. У нас тут такая жесть была. Нам кто-то в дверь ломился. А тут какая-то фигня нас поливала. Мы пытались защититься. Все как-то сыпалось, крушилось. Все падало. И непонятно, что происходило. Мы охренели просто. Мы решили тебя позвать. Вообще, если честно, мы, короче... Мы подумали, что это вы так делаете. Как? Пугаете нас. Зачем? Ну потому что мы... Не пугаешь, а ты хочешь нас проучить. Все, что я хотела сделать в целях проучения, я сделала. А кто тогда стучался к нам в дверь? А ты Золь Декат, Людзев? Тогда здесь какая-то хрень происходит. А, Милан? Я вам объясняю. Не я вас здесь заперла. И не я вас отсюда просто так не выпускаю. Милана, Милана. Нет. А можно свечку у вас попросить? Получается, вас тоже тогда заперли? Вы тоже не можете выйти? Нет, я согласилась с условиями. Я здесь живу. И теперь живете вы. А у вас есть выход? Пока не открою дверь вам. Я также не могу отсюда выйти. А вы куда пошли? За свечой, если я помню. Меня только что они попросили. Спасибо. Милана, а ты можешь свет включить? Как-то. Или это невозможно? Свечка, свечка. Не, я его выключала. Я не могу его включить. Что вы сделали? Почему вам выключили свет? Я назвала Изольду говнилой вонючей. Как ты считаешь, она включит? Не знаю. Так, может, перед Изольдой извиниться? Фу. Как вам такая идея? Слишком много на сегодня нет. Так а как же мы будем светлые? Как мы готовить будем есть? Ну, так то есть никто не... А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Это вообще, ну хватит уже! Что это за хрень-то? Ха-ха-ха-ха-ха-ха, она обвиняется. Ста, мне очень жаль, что я тебя назвала вонючей говнилой. Мразью поганой. Как я её ещё назвала? Это смешно, да. Мразь поганая, говнила вонючая. Факи показала ещё. Ты ей нужно искренне извиниться. Я очень искренне говорю вообще, прямо от всего сердца. Ты сказала ещё, пусть идёт в жопу. Да, и можешь вылазить из жопы. Скотина тупорогая, ты сказала ещё. И за скотину тупорылую, извиняюсь, и... И мразь его ничего. Да, и за мразь его ничего. И ещё, по-моему, дура. Извините. Да, ты очень умная, Изольда. Да, потому что ты по ту сторону камеры, а я как бы тут. Чё-чё-чё, простите. И кто тут хомячок тупой? Я. Прости, пожалуйста, меня. Ммм, да, уж дела. Ммм, да, уж дела. Какие-то странные какие-то дела. На самом деле, это какая-то жесть. Каждым днём всё более жутко и жутко. И на самом деле холодно теперь уже не так. Очень большая проблема. Значит, реально зомби-кац может управлять... О чём? И тогда мы вообще просто, просто... Прости нас, мы должны предлагать уважение. Мы искренне против прощения все, но не подумали, тупанули. Ключи свет. Я... Мы постараемся больше такого впредь не делать. Это просто нервы. У всех нервы. Прости нас... За то, что мы допустили то, что произошло. Это кто, 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 кто это? Это свеча? Это Милана. Я надеюсь, что сегодня вы все усвоили урок. О да. Как необходимо и с кем общаться. Каждый из вас. Я очень надеюсь, что вы... Вы не все для себя нужны. Каждый из вас. Что это? Она свет включает. Аплодировать, Милана? А здесь... Что, не надо аплодировать? Нет, она включила свет. А как... Ну, главное... Милана свет включила. Спасибо, Милана. Спасибо. А теперь что нам? О, ничего себе, Милана. Спасибо большое. Ты красава, вообще. Дай пятерку, Милан. Спасибо, Милана. Вот так. Потом... Вот так. Потом... Вот так. Вот так. Вот так. Алло, это вообще-то мое приветствие. Что такое? Вот. Не смотри, это же общее приветствие. Милана, а куда повесить нужно? Бабушки. Тут как будто война была. Да, мы их постирали. Давай стол на место поставим. Ли я постирала. Милана, а вы вещи подбернете? Я вернула вам ваши вопросы. А, что вы забрали? Распирить необходимо, походу. Мы же вас попросили. Да уже ничего никто не сделает, Милан. Справедливо. Я проголодалась, ребят. Давайте по яичку спрашиваю. Катя голодная. А вы посытые? Катя проголодалась. Нет, Катя, ты, если честно, права. Оно уже сварилось? Оно успело сварить? Да. А кто уже ел яйца? Куда они делись? В смысле? Когда свет выключали, Вась-Васечка кто-то ел? Я ничего не ел. Где-то шелуха, яиц. Я слышала, как ты ел яйцо в темноте мне не показалось. Год, вторая шелуха. Вась, ты что, съел яйца, что ли? Ты что, издеваетесь, что ли? Ты ел, пока мы боялись, ты ел яйца? Три яйца не хватает, три яйца. Три яйца? Я когда нервничаю, я много ел. Ты честно говоришь, что ты съел яйца. Я съел три яйца. Ладно. Ну что, тогда вот нам всем как раз по яичку идем. Пока мы боялись, ты съел, да? Я тоже боялся. Я просто нервничал. Я вообще ничего не боюсь. Просто когда нервничаю, мне нужно есть. Девчата, идите, вот вам по яичку всем по одному. То есть пока было темно, и эта хрень происходила вся, ты ел яйца? Да, чуть-чуть. Чуть-чуть. Нет, ну ты хоть пять штук оставила, всем по одному. А, вот из скорлупа. Из скорлупы туда спрятала, да, Вася. Ты сейчас понимаешь, да? Девчат, идите по яичку, девчат. Это очень круто. Это важный урок, просто мы тебе не говорим, что мы... То есть ты реально каждый раз как страшно ешь яйца? Ну, в смысле, ешь просто... Я просто переверничаю. Не обязательно яйца, да? Идемте по яичку. Всем по одному. Теперь неизвестно, когда у нас будет наше чудо-посуда. Она сказала, что возможно подарить тебе на день рождения. Да? Посуду? Да. Жаль, что у нас по одному у тебя три было. Там нет пакета для мусора, вот надо мне спросить. Да ладно, еще пакет для мусора. Ну, что там еще есть? У меня там соль где-то была, нету? Соли. Ну, больше как сварить. Можно на... А, круто! Можно приготовить. Ой, точно. Нету, да? Она забрала, забрала соль. Ой. Вот соль. Я и каю. Ну, если честно, вы будете с кремом. Да. Так и думаете, если это не Вилана, то как это просто делось? Это не она делала. Ну, это и Зольда делала, точно. Макс. Ты куда? Да, это Макс. Мы выяснили, что Макс выйдет из темноты. А почему он постоянно в темноте так здесь сидит? Да, кстати, хороший вопрос. Ты частенько я захожу, ты сидишь в темноте с одеялом. Ты всегда сидишь со своей игрушкой в темноте в комнате. Ну, когда он один, он не боится темноты, а когда едем мы все вместе. Нет, я пытаюсь это перебороть. На, пытаешься сделать, я еще в темноте. Потому что если темно, то тебя не видно, да, Макс? Вот это жесть была. Вот это жесть. То есть они нас могут так вот легко. Контролить капитально вообще. Тоталитарно. Тотальный контроль. Все, у тебя я смотрю в темноте хорошо, глаза работают, да? Я просто слышала, как ты там стоишь. Сдала тебе сразу. Ну ладно, ничего. Наша семья. Возлюби ближнюю свою, как с вами у тебя. Жутковато теперь после этого дома. Я не знаю, как сегодня спать вообще. Кихенчики. Как после этого теперь спать, да? Теперь она хочет повеселиться, а теперь к заданиям, говорит Кат. Давайте вот без, пока хотя бы не разберемся ни в чем, без всяких комментариев. Так, она начинается. Как делать, если пересвариться? Угу. 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 Какие-то сырые вы, Вася, что же выкидываете? Ммм. Все. А еще десяток есть. Ааа. У нас еще два оставалось. Еще два десятка. Ты съел пять яиц? Я сейчас вижу, смотри, к заданиям. Я сейчас чувствую, что... А тебя не будет пучить? Ты зря ты ешь, а вдруг тебе опять надо будет приседать? Ты сейчас помрешь. А вдруг тебя может начать пучить? Уж тогда мы все здесь умрем. И ты можешь даже блевануть, Вася Васич. Давайте не обращать на это внимание. Вот уже нет теперь. Вот мы, по-моему, обратим внимание на все, когда случится-то. Пусть Юра поздравит Диму с днем ВДВ на армянском. Вай, мамадян. Просим. Ну, Димик Джан. Во-первых, скажу тебе один факт обо мне. Я армянский так себе знаю. У меня карабахский язык, потому что мои корни с Карабаха. Юрик, ап. Душат лавас. Видимо, человек. Я буду половину русским, говорит, половину армянским. Будь счастлив, Юрик. Диму, Диму, Дима. Ой, я сам себя поздравил сейчас. Дима, подожди. Давай заново, чтобы вылезли. Вот это нежданчик-то, нежданчик, да. Пусть Юра поздравит. Во-первых, Дима, имя, оно такое, как бы, хорошее имя. Дима, что-то благородное. Дмитрий. С днем ВДВ. А, вот так, да. То есть мне надо Диму ВДВшника поздравить с днем ВДВ на армянском. Это, получается, Юра ничего не увидел в задании, кроме Юры и поздравить. Да, серьезно. Дальше, как бы, из памяти стерта. Да, да, да. Дим, армянского я плохо говорю на нем, но понимаю хорошо. Поэтому, Джан, с праздником тебя, как бы, с днем ВДВ. Вот, пусть у тебя все будет нормально. Я понимаю, что это смешно. Вообще, всегда между, в день ВДВ между кавказцами и между ВДВшниками какие-то рамсы происходили раньше. У нас в Сочи происходили. Но потом, со временем, это стало нормально. Мы все стали вместе гулять, отдыхать, когда, ну, как бы, ВДВ... Все-таки от человека зависит, насколько человек культурный. ВДВ, не ВДВ, не важно. Вот, поэтому поздравляю тебя с днем ВДВ. Так, день ВДВ летом, насколько я знаю. Я не знаю. Почему надо с днем ВДВ поздравить тебя сейчас, не понимаю. С днем... А, сегодня день милиции. ВДВ к милиции как-то относится? Нет. Военно... Военно... Какие это войска? Военно-воздушные. Военно-десантные. Военно-десантные войска. Короче, с праздником. Воздушно-десантные. Воздушно-десантные войска. Да, с праздником. Ты прыгал? Все будет хорошо. Ап, будь счастлив и здоров. Ты прыгал, Васич, с парашютом? Ну, я армянского не знаю. Сорян. Сорян. Вот мы еще один факт о Юре. Поздравить Юру. Из всего задания я прочитал поздравить Юру. Пусть Юра поздравит Диму с днем ВДВ. А еще и на армянском. Вот это ты удивился. Ты не представляешь, что такое день ВДВ. Это же жестко. В смысле? Это же постоянные замесы были. Постоянный др... День ВДВ? Они в фонтанах всегда купаются. Фонтан? Они купаются в фонтанах, да. На самом деле, это не настоящие ВДВшники там делают. Они, кто служил в ВДВ, они очень воспитанные. И так себя не ведут. Это просто всякие... Кто любит одевать майку и бухать. Мне кажется, это те, кто забухали после всего-всего. И вот... Да, они типа, о, а тут еще и повод. Они прям... Всю жизнь пили, а тут повод. Грамотные ребята, прям. Дима, настоящий ВДВшник. Еще раз с праздником тебя. Ну, правда, сейчас не знаю, день ВДВ или нет. День ВДВ, кажется, 2 августа. Нет? Тогда можешь поздравить Диму. 2 августа. А может быть, сегодня 2 августа? Ну да, холодно. Холодно, холодно, холодно. Это первое задание, значит, неужно. Ну да, а теперь к заданиям, сказала Изольда. На самом деле, вот эта штука так зависает, поэтому, возможно, мы уже должны делать какое-то задание, а она еще зависает. А как мы ее узнаем? Никак. Никак не узнаем. Мы будем просто сидеть и ждать, когда она загрузится, и все. И это тормоз телевизора, все будут думать, что тормоза это мы. Ну, нам, ребят, так и не разъяснили, за что мы выполняем задание, мы так и не знаем. Для того, чтобы тебе свет был включен, и чтобы никто тебя не убил. Наверное, так? За коммунальные услуги. Да. Это коммунальная, коммунальная квартира. Это коммунальная, коммунальная страх. А что делать? Тут две дотбицы, с печью что-то. Вот этим и пользуются. Да нет, ну просто у Изольды везде свои люди, просто, что непонятного. И в печи. И в печи, и везде. Печные люди. Это по спорту. Там нет, Лея туда лазила, там ничего нет. Ну а кто тогда может этим чикать? Потому что там кто-то остался открыт, давай еще раз посмотрим, Лея. Я бы не лазил. Давай не будем, а то вдруг тебе пшикнут прям. Давайте вообще без вот... Я вообще ее боюсь теперь открывать эту печь. Я сказала, что я боюсь, нет, я набрала, я не боюсь. Я не боюсь ничего, вообще. Ну хорошо. Да, лучше не трогать печь. А что это было? Что-то холодное было, да? А, кто сказал, что это был огнетушитель? Я сказал, что видно было. А что еще может быть? Ну мне кажется, это был... Это был огнетушитель, чтобы остудить наш пыл. Может быть, это так нужно было растрактовать? Наверху свет тоже выключен. Ну это как-то так. И вообще непонятно теперь. И времени сколько, непонятно. Что она крутится все время? Кто там что-то хочет сказать? Сколько времени вообще? Треться. Не надо скучать. Не надо трогать. Думаешь, нельзя же камеру трогать? Ну конечно, ты что делаешь? Ничего себе. Извинись перед камерой. Прости, камера. Она такая смешная. Да, она типа живая. Такая пупяшка, да? Да. Какое бы имя вы дали этой камере? Я бы Валли. Мне кажется, это Патрик. Мне кажется, похоже на Валли. Катерина, как ты спать сегодня будешь? Слушай, ты все. Все, ладно, не трогаю эту камеру. Не надо трогать Валли, я думаю. А сколько времени кто-нибудь знает? Она забрала часы. И часы тоже? Да. Мы так обрадовались, что нам и время хоть понимали. Недолго пришлось радоваться. Ничего не видно в глазок. А мы можем как-то эту хрень открутить? Нет? Тебе не интересно, кто к нам приходил. Да что она следить за мной? Кто? Не спрятаться ничего. Да вот эта штука. Да. Да. Тебя все равно видит. За тобой, да? Ты глянь. Меня сейчас видно? Думаю, да. Но она что, слепая что ли? Да, спать как-то жутковато будет. Вася, может ты с нами сегодня в комнате будешь? Слушай, не надо ее трогать вообще, братан. Не надо трогать, Валли. Она просто следит за мной. Ну и что тут все за тобой следят? Вася, может ты сегодня с нами в комнате побудешь? Катерина, что правда реально так страшно? Мне кажется, им лучше всего взять Макса к себе в комнату, потому что... Да ну, Макс. Макс сам вон ты-то обосрался, бедный. Вообще, он наделал, стал, по-моему, прыгать. Он говорит, за вас, за вас стал? Да, да. Он просто стал, чтобы его не трогали. Он с кроссовками раздолазил вон в угол. Мальцон. Ну пугал, что? Ну конечно, что. Конечно. Страшно было, Макс. Я тебя понимаю. Не, реально было страшно, это непонятно как-то. Было страшно. Я тоже сам испугался, серьезно. Первое, когда оттуда... Нет, я, конечно, могу как бы охренеть, но только если я с кем-то из вас лягу на кровать, чтобы... Потому что я не смогу целую ночь на стуле проторчать. Слушай. Если я лягу с тобой на кровать рядом, Катерин, так ну то есть... Нет, почему? Катя может просто спать в комнате вашей на твоем месте, а ты на нашем. Слушай, я тогда могу... Лия, тебе тоже страшно? Макс может с Ксю лечь, я могу с тобой лечь. Зачем с кем-то ложиться? Кровать очень маленькая. Можно просто поменяться местами, чтобы один мужчина был в комнате. А может все матрасы тут выложим и здесь сегодня? Здесь холодно. Здесь холодно. А укрой... Так вариант, Лия может с Ксю лечь, я на Лийну кровать, а ты на своей. А зачем? Ну, чтобы охранять вас. Ну, просто Катя может спать с двумя мужчинами в комнате, а мы будем спать с тобой, потому что ты как два мужчины. А, ну да, как вариант. Да, давайте так и сделаем сегодня. Как? Значит, Катя сегодня в мужской комнате. Нет, лично я ничего не боюсь. А, ну Катя боится, она вон это. Слушай, я ее охраняю. Давайте вы все в комнате девочек. Она мне не говорила, она такого. Вот только что она сказала, может быть ты с нами в комнате будешь? Серьезно? Да, она так сказала. Да где была Лия? Ну, как-то все равно. Вы серьезно? Да. Да. Почему? Я охраняю. Почему? Я с девочками буду спать в комнате. Я узнала. Ты любишь девушек? Ну, отстань ты. Ну, а что ты переживаешь? Вон, Катюха будет с пацанами, она успокоится. Я с вами, все в порядке будет. Что ты переживаешь? А если снова какой-нибудь? Эй, братан, я тебя не знаю, ребят. Не знаю, не надо, мне спокойно с девочками спать. Короче, кто-то ляжет здесь, кто-то в мужской комнате по парам, а кто-то в женской, и все. Вася с Ксю ляжет в женской комнате. Давайте тогда я буду тут спать. А я с ней лягу, вот, я тоже, можно на диване рядышком? А Макс с Катюшей, можете три кого-то... Все за бред, давайте будем спать, как мы спали. Да нет, девчонки, мы в принципе можем у себя в комнате поставить комод. Да, заблокировать двери, и все нормально. То есть так, да, мужчин на комод менять? Не, видишь, как бы Катюку сейчас не поддержали, не поддержали, и как бы... Она сзади распада, и она такая, блин, надо обратку сдавать. То есть, по сути, Катя хотела, чтобы мы все вместе. Хотела, но ее не поддержали, да. И нужно теперь, и она понимает, что сейчас эти начнут, как бы, надо по-любому обратку сдавать, и теперь комод. Вот, понимаешь, она мужика на комод променяла. Я говорю, вот, вот. Да, ребят. Вот, получается, она только готова из них троих всех, да? Я же говорю, может, мы не родственники, нифига, ребят. Родственники мы, ребят, родственники. Да я не про это, я не про родственное вообще говорю, или это. Просто сейчас, по сути, смотри, как все произошло-то. Вроде одна бы и за, да, две-то против, и видишь как. А трое-то за, ну, двое. Максу все равно. Я там буду спать у тебя. Нет, давайте, смотри, Васич, я тогда буду спать сегодня на диване, а ты будешь спать на моей кровати. Да каждый будет спать там, где будешь спать, и все, зачем это все? Не знаю. Каждая спит на своей... Катерине страшно, Катерина хочет спать. Да что вы хотите, чтобы потом вышла Милана и наругала нас? Каждая спит на своих местах? А можно с Миланом спать? Вот теперь я про Милану заговорила. Ух, ешеньки, поможешь ты снова? Я бы хотел с Миланой, вот, чтобы она меня охраняла. Мне кажется, Милана знает все. Она же не собака. Ну, я тогда ее буду охранять. А что? А у Миланы вообще есть, как вы думаете, этот... Парень? Мне кажется, нет. То есть, если бы у него парень, она бы с ним гуляла, а не тут с нами тусовала, а не с ним делали, потому что у нее подушки одевали. Ну да, да, тоже верно. А Милана пьет пиво, да? Да не пьет она пиво. Да вот это не факт. Если бы она пила пиво, она бы его себе забрала, а она его вернула. А Милана вообще не пьет, да? Я понимаю, что она ничего не пьет. Мне кажется, она пьет, потому что она сказала, пока не хочу пиво мне вчера. Пока не хочу. Значит, Милана пьет. И это? Такой же она человек, обычный человек. Ну да, она же человек, что нет? Да, конечно, человек. Она с хлопка свет включает обычный человек. Ну ладно. Ну да, она необычная. Да ладно, может и Зольда следила просто и это... И она там... Но тем не менее, так-то тело-то у нее такое же. Ну тело нормальное тело у нее, у Миланы тело. Угу. Ну в смысле тело у нее хорошее, живое. У него тело Миланы. Все как обычного человека. Все? Ну лучше, две ноги, две руки, голова. Все как бы нормально. У Миланы две руки, две ноги, голова. Ну я просто обратила внимание на ее грудь. У нее большая грудь. И у нее, кстати, ну она к тебе конкурентка, Катя. У нее большая грудь. Ну вот в этом плане, да, вы конкурентки. Поэтому мне кажется, вы... Ну о чем? Вы можете, вы должны договорить. А, поэтому вы все с первого дня уже не хотите друг друга. А почему вот такое спортирное задание? Почему нельзя какое-нибудь лайтовое задание? Просто, я не знаю, ну... Ну видовое какое-нибудь типа, знаете, взять Катю на грудь, и чтобы я там или кто-то его... У-у-у-у! Вот так вот сделал. Ну отлично. А-а-а-а-а-а-а-а. Ну подожди. По-моему, отличное задание. Понятно, ты давно там у тебя женщины не было, но я тебе смотрю. И, дорогая Екатерина, если вы хотите, чтобы ваш ДР был незабываемый, то это решает смотрители, достойны ли вы празднования праздника. Поэтому просите смотрителей голосовать на сайте в ваших руках, покорить смотрителей и попросить их вам организовать праздник с уважением Изольдейшн Катсейшн. Итак, слушай, там у тебя ничего не видно на камеру-то? Нет. Точно? Да. Смотри, сестринская жопа в камеру-то не очень. Давай тогда помолчим и Екатерина сейчас попробует это сделать. Катерина, ты пока говоришь, мы сзади пробегаем на фоне там. Если мне поможете со мной вместе? Давай. Я же достойна? Да, конечно. Да, конечно. Вот, когда нам было страшно, она всех нас поддерживала. Слушай, а мы можем с тобой так приседать? Я думаю, каждый человек достойен празднования своего дня рождения. Каждый. И здесь никто не исключение. Также и я, находясь в непонятном месте при ужаснейших условиях, при непонятных обстоятельствах, как бы там ни было. Я считаю, что любой человек достойен празднования своего дня рождения. Хотя бы, ну, что-то элементарно. Да, ребята? Поэтому голосовать на сайте. Все, кто нас смотрит, пожалуйста, весь мир, я прошу поддержать меня сейчас в этой нелегкой ситуации и проголосовать на сайте о том, что я все-таки достойна, как и все люди, празднования своего дня рождения. Да, после таких событий, прошу, после таких событий, которые происходят здесь, нам даже немножко стресс нам снять просто необходимо каждому. А Катя у нас золото, она ангел наш. Ангел мой неземной, ты повсюду со мной, голосуйте за коти, коти. Ангел мой неземной, проголосуй ты со мной, проголосуйся, божьи никотина. Ну, по сути, у меня... Ну, поначалу у вас же было, но все уже было. Да, сейчас все нормально. Раз, два, четыре. Зачитывай, давай. Йо, ты знаешь все обо всем? Ты думал, что я сдулся, думал, что обострел? Ну, а кто тебе поведал программу Дабстопы четыре года к ряду я в туре? Ты... То есть, ой, Юта, случайно не оборзел? Не подходи ко мне, между нами водораздел. Если бы моя башка не висела на волоске, что-то там дальше. Тр-р-р-р-т-т. Вот мне это делают просто попросили. Вы нашли смысл жизни, вызывать птиатрию, поправить жизнь. Это просто голос из нее. Не в день с счастью, тогда отдай их мне. Йо, отдай их мне, давай мы проведем крутую днюху тебе или Катерине, не важно. Тема жизни будет распита. Да нет, Вера, сначала для Кати. Если понравится, мы будем проводить для всех. Вот так. И вы нас, возможно, освободите или приедете за нами. Вы просите голосоваться, чтобы они проголосовали. Голосуй за Катерину, голосуй. Голосуй за Катерину. Как я сегодня пел? Леди в красном, всех она опасней. Леди в красном, всех она страшней. Свет, настроение красный. Я чувствую себя опасной. Что вы поете? Серьезно? Сейчас вы наоборот отбудете от нее. Нет, она не виновата, что мы идиоты. Мы просто кретины. Вы просто поймите человека, что мы идиоты. А она с нами находится еще день рождения, должна отмечаться такими, как мы долголосы. Родственниками. Тем более, еще она узнала, что мы еще ее и родственники. Желко, баба. Желко, баба. Желко, баба. Ну, правда, ну, реально. Проголосуйте, потому что... На натуре по-братски. Ну, почему она дохожна страдать? Реально. Мне еще тут всякая фигня происходит. Жень. Я не знал, что получится. Я чувствую себя опасной. Я в цвет настроения красный. Я чувствую себя опасной. Ребята, проголосуйте, пожалуйста, за заднюю. Цвет настроения красный. Тема жизни будет закрыта. Да моя башка будет кое-чем набита. Скоро исполнится 18 через буквально... Послезавтра тебе 18? Я начал свое место в жизни. Скоро она у нас выводится. Вникли. 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 И ты вышел из моды, так и не войдя. Зор светом наступит закат. Это как жизнь, блин, на прокат. Машина, что везет. Ват, на прокат. Амар Хаям был тот. Йоу, это группа Юлия. Это, чтобы вы знали, это соединение Юрия и Илья. Йоу. Вот так вот. Юлия, ну серьезно? Даааа. Группа Юлия. Ой, все уходят куда-то резко. Мы вам не будем мешать просто на совещании. Они все уходят. Что случилось? Мы их изгнали своим черным рэпом. Нормально, черный рэп. Черный рэп для белого ниггера. Йоу, черный рэп для белого ниггера. Йоу. Давай что-нибудь еще зачитаем. Две. Давай. На самом деле нам мало. Надо для праздника. Да, да, да. Давай. Смотрим туда. Начнем, да? Уважаемые, да? Да. Уважаемые. Всем салютики. Привет, Тосы. Значит, хотелось бы, чтобы день рождения у Катерины прошло хорошо. Как никогда. 18 лет не каждый раз исполняется. 18 лет не каждый раз, но у нее каждый раз, и слава богу. У меня как раз и слава богу. Каждый раз, и слава богу. Вот, поэтому... Бежану, на прощание руку ушел. Ага, я не воровал, не перевелал. Хотим, чтобы оно было особенным. Чтобы красиво. Именно вы сможете подарить ей этот незабываемый день рождения. Проголосуйте, пожалуйста, здесь, сейчас, на этом сайте за незабываемое 18-летие нашей прекрасной Катерины. Катерины, которая имеет свой бизнес строительный, и вообще красотка по жизни. В сердце у Катерины часто узнает, что она всегда прекрасна. Пил, 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 пил. Кого хотел, купил, кого не хотел. Тогда мало, трамала меня пятерка не догнала. Потому что только вы сможете подарить, на самом деле, праздник. У нас нет никаких средств, нет возможности в этом доме. Нет, у нас есть 138 рублей. Да, да, ну вот. Ты как день рождения пройдешь, так его и закончишь. И закончишь, да. Ну, так проведешь, да. Как проведешь, так... Да, про год, что ли, я не поняла. Не знаю, Макс. Я думаю, так. Но Максим тоже как-то пытается. Да, да, да. Как-то пытается человеку. Давай, говори тогда Максиму. Я говорю, надо за Катю, да, чтобы нас поддержали смотрители. Да. Чтобы они постарались сделать для Кати лучший день рождения. Да. Чтобы она не жалела об этом. Да. Хоть один раз... Просто как-то скрасить вот это все происходящее здесь. Потому что, я не знаю, мне кажется, каждый человек достоин день рождения. Каждый путь к празднику. Каждый путь к празднику. Просто... Сделайте приятное. Все красиво. И все красиво и приятно. И мы искренне вас благодарим, что вы просто на нас смотрите. Просто нас видите. И просто с нами. Да? Да. Да, ребят. Спасибо вам. Спасибо. Давай поклон сделаем. Или что? Будь чума за день рождения. Это будет день рождения шахтер. Да господи, ты почему не пропускаешь девушку? Где твои манеры? Какие дела? Я перебивала, я кидала. А куда вы уходили все? Наверх. Чтобы мы не мешали. Чтобы вам мешать. А что вы сделали? Да в смысле что? Чтобы вам не мешать. Мы должны были вообще вот попросить. Да мы же попросили. Не то что ли? Ой, а почему камера отвернула? Кукусики. А только ты пришла, она вернула сразу. Не перебивал, не кидал, таки ты кидал, таки кидал, не перебивал, не пе 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 пе. Классная рыбчина. Просите смотрителей голосовать на сайте в ваших руках, покорить смотрителей и попросить их вам организовать. На самом деле хочется ученик. Интересно было что там с голосованием, с боем. Бой мы сможем посмотреть или нет? Неизвестно. Интересно. На. Свет включили, горшочки забрали, у нас кусочков нету до сих пор. Мы не забывали, нас покоряли, мы не забывали. О том, кто помогал нам когда-то, мы их не забывали. Вот ты что, что, что теперь? Как теперь жить? Что же дальше с нами будет? Что же будет дальше с нами? Все, и никакого праздника нет. Нас поделили местами. А, таков закон сансары. Нас просто меняют местами. Таков закон сансары. Ну, нужны хотя бы шарики и торт. Это да. Нужны торт, шарики. Классная штука, чтоб тут было очень весело и круто. Чтоб девочка отметила свой день рождения. 18 лет не каждый день исполняется. А вы точно родственники? Ей, кстати, алкоголь можно. Теперь будет. Можно даже бутылку шампан столы. Покидал, таки покидал. По-братски. По-братски правильно, да? Эй, братан. 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 И вот как вот так вот жить в страхе и приседать в страхе? Вот так вот придет реально задание 2100-1500 раз? Я походил с тобой. Это просто надо ходить в день 10 минут. Со мной? Да. 10 минут по лестнице. 10 минут в день. Так и будем делать. Давай так и будем делать. Мы проводили новости из деревянного дома. Потому что сегодня деревянный дом чуть не сожрал нас. Вот в чем прикол. Можете приступить к новостям. Будет выполнено, сэр. Итак, дамы и господа, у нас в студии Вась Васич. Мы обложили его с двух сторон. С этой и с той. А моя коллега Фудзия Фурия присаживается. Итак. Васич стал заложником ситуации. Новости из деревянного дома. Что у нас на повестке дня? Итак, Юрий, что у нас сегодня на повестке дня? Нас чуть сегодня не замочили просто в этом доме. Это была жесть. Это был ад. Вернее, сформулировала моя коллега. Вась Васич сейчас подробно расскажет, что он чувствовал, когда ел яйца в темноте. Сегодня Вась Васич в темноте, когда всем было страшно, ел яйца. Вы не поверите, но это действительно так. Мы его не осуждаем за это. И мы пригласили его сегодня к нам в студию. Его никто за это не осуждает. Расскажите, Василий Васильевич, что это было, что вы чувствовали и почему так? Нет, не направляйте на него пальцем нельзя. Ну, расскажи чуть-чуть-то хоть, Вась Васич. Вкусно? Да не дави, у него есть свой, кстати. Это же репортаж. У нас все. Понимаешь, сюжет... Вась Васич не разговорчив сегодня. Вась Васич отказывается от показаний. По соображениям совести. Это не показания, перестаньте давить на него. Он просто не хочет этого делать. Ладно, зато мы потом поели яйца. Короче, нас хотели уничтожить. Кто-то ломился в нашу дверь. Кто-то из этой печи просто волшебно, непонятно каким образом там еда оказывается, пытался потушить нашу серость. И вдруг после этого все успокоилось. И все сели по своим местам. И ничего, вот как бы вот все. И также на повестке дня. Кто сегодня будет спать на какой кровати? Так как сегодня возникли некоторые события, которые немножко напугали нашу в скором будущем именинницу. И поэтому Вась Васич будет ее охранять. Он принял на себя этот важный долг. Груз ответственности. И так как спать ему будет негде, я лягу на диване и уступлю ему свою кровать. Так что сегодня буду охранять печь и дверь, чтобы никто к нам не вломился. А если что, если кто-нибудь сюда сунется, я суну ему в щи. Так что бойтесь, ребята. Не приходите к нам сегодня. Я злая. Может быть, Вась Васич будет разговаривать. Надеемся, мы к ночи глубоко. Он начнет говорить. Он просто шокирован после всех обстоятельств. После того, что тут было. После того, что происходило. Он немножко шокирован. Вот. И поэтому мы переходим в музыкальный, музыкальный наш, музыкальная рубрика. Лубрика. 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 Вась Васич и музыка. Нет, мы еще не все новости сунут. Простите. У нас еще на повестке дня открылась такая информация, как голосование. Оказывается, вы имеете право голосовать за то, чтобы кто-то посмотрел или не посмотрел бой, отметил или не отметил день рождения. Пожалуйста, если это действительно в Ваших силах, проголосуйте за день рождения. Я даже пожертвую этим боем. Пусть все голосование уйдет на день рождения, Екатерина. Стоп, стоп, стоп. Пусть голосует и за день рождения, и за бой. Какие проблемы-то? Проблем же нет. Я говорю, голосуйте, пожалуйста, за день рождения. Это я сказал. Даже если... Ты же день рождения, но ты не сказал, чтобы еще и за бой проголосовали. Это она сказала. Нет, она сказала, голосуйте за день рождения. а ты говоришь я буду жертвовать боем у василия прорезался голос и василий скажите пожалуйста вкусное было яйцо тебе бой нужен? яйцо с яйцами в темноте в два раза говорят вкуснее ты скажи спасибо что я все яйца не съел что ты и сытая не трогайте мою голову я люблю тебя до слез первый вдох как первый раз что за игры реально ты не договорись о бои что был бой что за игры итак вася вася покидает нашу аудиторию и мы остаемся здесь вдвоем итак у нас есть диванные вершители ладно ладно все не обижайся на него он просто съел много яиц что? ну блин говорят что у него съеденное в Семене да господи ПТУшники пытаются все слишком много яиц просто поэтому он стал немножечко вот таким это чуть-чуть но он хороший человек мы же сегодня слышали плохих хороших качеств ну и что ты сегодня наговорила лишнее я позавчера лишнего и благо и Ктюша до сих пор лишнее все и будет наверное говорить все лишнее а если бы сюда пустили газ какой-то или еще что-то нас бы отключили потом бы ей отрубили руку она бы проснулась без руки просто нас припугнули я думаю если мы будем дальше нормально себя вести больше этого не повторится ну это в любом случае значит она может сделать там все что захочет вот что страшно да так оно и есть на этом сегодня мы усвоили урок что что у меня пахнет зачем здесь так ты так отвернулась когда я на подмышку нет 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 может помылись мне лично мыло ну мало ли мы же тут уже мыло вот что не пахнет нет не пахнет все нормально нормально все прекрати пожалуйста так себя вести как ну вот так как ты озабочена посмотри в его глаза что мои глаза ну они прям вот там как бы значит ты че Вась ты че говоришь ты смущает мою грудь что ли да нет уж пора привыкнуть вроде бы это че ты несешь нормально же просто ку-ку я думал уж привык все нормально так это она обратила внимание я думал ты уже привыкла туда смотрят все постоянно ты никогда не смотрел смотрел я никогда не смотрел она понимаешь это такой человек она любит чуть-чуть провоцировать она любит чуть-чуть провоцировать не провоцировать Катерина ты восемнадцать тебе уже а это платье мы видишь какой-то веселый но мы пытаемся спастись ну вот вот же еще есть люди вы че ко мне то пристали один темноты боится а Катя послезавтра именинница и что ну все как и что делать то Катерину мы хотим поздравить но пока не хотим трогать потому что всех карт не хотим раскрыть а что все такие что с вами произошло в смысле что с нами произошло мы чуть не умерли со страха ну ладно мы же живы в конце-то концов все нормально же поэтому нужна минутка юмора хотя бы чуть-чуть потому что у меня не по себе что тут такое слишком много гормонов страха вышло сегодня только гормоны страха из тебя вышли либо что еще сейчас придут сюда собаки учуют наш страх и будут лаять вокруг дома ой 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 вот это будет к натуре страшно я буду с собак слушай был бы сахар мы бы развалили мне собаку чтобы было немножко послаще а то тут видишь только соль у нас соль 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 и она единственная поэтому ребята ей нужно очень я ее убираю Катя ты абсолютно права давай будем жить с тобой долго-долго потом умрем вместе в один день слушай мне кажется вот когда мы делаем нашу минутку вот так надо делать как ты думаешь ой вот так вот так смотри как я понял нам очень страшно ну ладно типа что-то попугали нас. Мне не страшно, я не боюсь. Нормально. Нет, ну было страшно, реально было страшно. Нет, не было страшно. Почему? Мне не было страшно. Ой, ну да, ты посылала в задницу все, что там двигает. Нам свет хочет включить. Ну что, все остается делать. Ну что, ну, ты была крутая, кстати, да, мне вот это вот, твоя правда, это было очень круто и достойно. Ну понятно, что ты была в эмоциях, но тем не менее, нельзя переть против системы. Или ты все-таки прешь. Да? Да, Вася? Конечно. Я так не умею, честно. А тебе нужно срочно чай, крепкий чай попить. Теперь нам не в чем погреть воду. Я тоже люблю, когда все спокойно, весело, когда все танцуют, поют, фейерверки. Теперь, Вась Васич, мы должны тебе построить кунцкамеру. Нет, я просто теперь реально в вашей комнате сегодня спать буду, чтобы отомстить за то, что вы чай, тебе не в чем нам делать. Нет. 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 Катя, советую тебе сегодня не спать. А почему? Мы хотим отомстить. А если ты будешь спать в комнате, в чем будет заключаться месть? Все, объясни. А Катя тоже будет как бы вместе, потому что у вас не ромашками пахнет. Ну да, я о чем и говорю. То есть она поможет мне отомстить тебе. Дуб, 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 дуб. Слушай, дуб вообще-то мудрит дерево. Катерина. Что это? Катерина, еще грудь? Да на самом деле, все равно. Нам нужно вести наше милое отношение к этому. Спасибо. Я думаю, что там вообще бомба. Надо искать где-то середину между этими. Там просто очень мало людей. Где-то середину? То есть просто жить? Как? Да если бы нас смотрели наше, то уже бы проголосовали бы давно и день рождения был бы. Потому что большинство людей все равно хорошее. Инфигзестно. Я последние, наверное, 23 года вообще отмечал свой день рождения никак. То есть мы будем... Последние два года я отмечал день рождения на работе вообще. То есть я бы хотел этот день рождения в течение этих четырех-трех лет, сколько я не отмечал, хотя бы отметить день рождения в своей родственнице в России. Пожалуйста. А у тебя, Юр, когда день рождения? 8 августа. Ну, нужно мы отмечали. Лия, у тебя? 23 апреля. Угу, до моего дня рождения мы уже отсюда точно должны быть. 14-2 апреля. У тебя когда? 18-е января. А, у вас рядом. 18-е января и 23-е января? 18-е января. Ты глянь как. Мне кажется, что мы... А он скрывал. Он скрывал, представляешь? Ты скрывал. Мы тебя спрашивали, когда день рождения? Мне кажется, мы тебя будем через патрилинице. Когда холодно? А когда у него днюха? Почему ты скрывал? Почему ты скрывал? Васич, Васич, Вон ты скрывал это. 17-е января. А, я не знал. Он мне сказал, что... А почему он пытался это скрыть? Если мы будем вести эти новости, то тогда нам надо определить конкретное время. Слушай, не плачь. Хватит тряпочничать. А у Ли когда? Хватит тряпочничать. В апреле, да? Ты... Сберись. Всё, не ныть. Всё, я ныть. Да я и не ныла. Ну, если хочешь поплакать, можешь поплакать. За Овен. Ли, какого числа у тебя с детьми рождения? Да ладно. Все мы плачем. 23-го апреля. А не Овен ты разве? Нет. Я полу то, полу другое. Ну, в основном... Жуткий знак. На части лет. Дважды рогатая, упёртая. Я... Это про тебя абсолютно точно. Нет, я очень толерантна. Ну, ты толерантна, но упёртость толерантости не мешает. Я лояльна. Вот сегодня ты, после сегодняшнего, ты говоришь, что ты дипломатична? Ты знаешь, что благодаря тебе могли бы сюда не просто пшикать из печи, а мог бы зайти чувак с топором, а то и три, и просто обрубить конечности, потом залечить их, эти конечности этим. Чтобы это, и чтобы потом мы продолжали это наследство без рук и без ног. Знаешь, ну чисто так. Зачем ты говоришь? Зачем ты говоришь? Зачем ты говоришь? Видишь? Я не говорю. Я говорю, что твоя дипломатия, твоя дипломатия, это пшик. Если тебя довести, то ты явно не дипломатична. Ты не понимаешь, что из-за тебя могут пострадать другие. Мне кажется, если любого человека довести, он не дипломатичен. Ну просто она сейчас говорит, что она дипломатична. Я не уверен, что дипломатия в ней как бы дипломатичный человек. А мы, нам надо поучиться дипломатии у вас. Сейчас смотри, бегемот зовет. Еще я очень уравновешенная. Нет, ты очень уравновешенная. Ты всегда говоришь правильные вещи и вступаешь в разговор ровно. Я самый уравновешенный человек. Я никогда не позволю себе никакого оскорбительного слова в сторону человека, которого я не знаю. Ты это говоришь, но это... Я дипломатична. 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 Ты шутишь. Супер дипломатична. А кажется, почему ты сегодня с нами связываться? Супер дипломатична. Ты мульти дипломатична. На самом деле бегемот ведет себя мудрее, и он не стал вступать в перепалку с глупой неразумной девушкой. Представляешь? Последние два дня у нас по вечерам появилось всегда. Это просто респектуха, братуха. Как и надо себя вести. У нас просто вообще не осталось практически продуктов. Может просто никто ничего не отправлял? Короче, давай не париться. А кто париться? Я вообще не парюсь никогда. Ты не паришься? А баня, любишь париться? Не очень. Ты ненавидишь баня? Нет, не ненавижу. Просто не очень. Я очень люблю баня. С этой, со стороны этой. На самом деле это жесть. Когда ты выходишь из бани, вроде тебе было жарко, и в секунду тебе становится резко так дико холодно. Если все едут на море, я еду к бабушке себе. Серьезно? Просто попариться в баньки и окунуться голеньким в снежок. Париться в баньки, погулять в деревне, по горам походить. Прикольно. Ну, в Сочи тоже горы есть. Прикольные очень. Но все равно к бабуле и к бабуле. Ой, я помню, мы собирались когда… Я помню. Я помню, когда мы собирались в деревню. Не в деревню, а где-то недалеко от дач. И там затапливали баню, окунались в снег и жарили шашлыки из баклажанов. Ты смотри, сердце ест очки, видишь? Ну, ты смотри, мы его совсем уже почти сломали. Давайте спросим сердце. Что оно думает по поводу того, что оно стареет и разваливается? Ну, это, собственно, это нормальное качество для органического тела. Я перерождусь в чем-нибудь другом или в кому-нибудь. Может быть, даже в животное. То есть вы верите в реинкарнацию? Я верю в реинкарнацию и в любовь. Я не знаю просто, что сделать. Как-то немножко мысли… Отвлечься от этого… Я бы на твоем месте позволю мне смотреть… Вот такие, похожи на… Ты как бы предлагаешь шаблонные варианты, которые уже по сути не интересны, возможно. Вот и вот так вот. А вот какие-то интересные варианты ты их закрываешь. Было бы приятно. Кратишки… Понимаешь… И так… А сегодня у нас таска дома… И что больше тебя не захотел смотреть? Вот разок посмотрел… Зачем ты это делаешь? И что прекратил… Не можешь, чтобы не смотрел… Мы же родственники, Ваше… Да… Все, посмотрел… Да… Все, смотрел… Но она половина, половина твоей груди закрыта… Если ты чуть-чуть… Да прекрати, Паша, ты вообще что ли ку-ку… Срочно… Чуть-чуть приоткроешь тогда… Сейчас серьезно… Ты ку-ку что ли совсем? Я понимаю тебя, тебе завидно, у тебя ее нет… Я тебя прекрасно понимаю… Ты сейчас злишься, что я прошу не тебя об этом, а ее… А если ты чуть-чуть приоткроешь… Я посмотрю… И все… И успокоюсь… Просто чуть-чуть приоткрой… Ваше, ну все, прекращай… Ну все, смотри… Я как бы… Я тебе вот показала… Ну что ты показала… Ты вот кусочек… Я пошел… Чуть-чуть вот это… И все… Ну-ка… Ну чуть-чуть… Ну-ка… Ну… Вася, ну хватит… Мы родственники… Чего ты сейчас это делаешь? Просто взглянуть… Объем… Мне же не надо это… Все и так понятно… Непонятно… В этой твоем комбинезоне… Ни хрена не понятно… Даже жена есть… Я знаю… Она меня поддержит… Как? Она меня поддержит… Как поддержит? Она тебе больше еду не пришлет… Да ты издеваешься что ли? Жена меня всегда во всем поддерживает… Мудрая женщина… Если… Мудрая женщина… Конечно… Если я просто взгляну на твою грудь… Я успокоюсь… Здесь мне будет полегче… Понимаешь… Интригушная… Нет… Ну смотри сама… Вася, ты меня просто смешишь… Ну хватит… Ну смотри сама… Смотри сама… Да Катюш… Я как бы это… Все… Не вопрос… Давай дальше продолжать сидеть… И слушать их новости… Они закончили уже… Ну окей… Новости закончились успешно… Весь мир узнал о том… Что творится в нашем деревянном доме… Я же не просто прошу… А как бы просто… Чтобы вот этот… Все… То что накопилось… Негатив… Просто чтоб снялось… Понимаешь… Ты шутишь Вася… Мы поняли… Мне не до шуток… Кать… Мне не хочется слушать… Вот этот ихний бред… Мне хочется просто насладиться красотой… Почему я не могу насладиться красотой… А ты ее закрываешь… Знаешь что она есть… И закрываешь… Скажи ему… Прекрати… Пожалуйста… Давайте… Поиграем в крокодила… Пожалуйста… Кто-нибудь хочет в крокодила… Кто-нибудь хочет в крокодила поиграть… Уже нет настроения на крокодила… Давайте… Я буду вести… Вы… Я подряд буду вести тысячу слов… Лия… Загадай мне пожалуйста что-нибудь… Иди сюда… Это офигенная игра… Сейчас взбодримся… Привет… Мы сейчас будем рубиться в крокодила… Если кто-нибудь может угадать… Там… Пришлите… Ответь… По-братски… Так… Давай… Ого… Нифига себе… Итак… Одно слово… Одно… Мы смотрим на тебя… Ушлия… Гончар… Призрак… Привидение… Домимур… Патрик Суэйзи… Призрак… Да ну лёгкое слово… Это глина… Глиномёр… Сразу видно что ты кино любишь… Вась Васич… Вась Васич… У нас Лия загадывает слова… А Ксю сейчас будет отгадывать… А почему я загадываю… Ну давай… Иди сюда Ксю… Нет… Я не буду показывать… Ты не будешь… Ну передай свою… По правилам крокодила ты должна показывать… Или тогда не играй… Может быть вам уже помириться… Ой вы дураки… Ой вы дураки… Вам может быть… Может быть помирить… А с чем? Да мы не ругались… Да мы не ругались… Я не ругался с ней… Всё в порядке… Она просто оскорбляет… Она такой человек… А я просто не люблю… Просто забыть и всё… Так я забыл… Я же вот говорю… Ну это что… Катя… Хорошо… Если бы она попросила прощения… Давайте… Скажем слово… Проявил бы активность… Аналогично… Аналогично… Ну… Всё… Она человек… С такого круга… Она оскорбляет… Так всё прекратили… Так нет… Ой зашевелились все… Зашевелились… Давай Катюха… Говори слово… Ты вообще-то говоришь слово… Ничего не перепутала… Чего вы такие злые-то… Обрадуйтесь… Чего вы злые такие… А я понять-то не могу… Так кто злой… Юр… Я сейчас тебе говорю… Давай прекратим… Мы пытаемся вас поднять… Вы сидите как тюлени на этом диване… Так встали… Так встали… Я встала… Я не пойму… Так ты загадываешь… Ты загадываешь… А… Я загадываю… Ну ты что… Юр… Ты не тем занят… Угу… Вася, вы что ушли… Давай… 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 Ты… Сердишься… Вот… О, бороки… Зобочки… Зобочки… Слышите… Слышите… Оу… Мне кажется… Это очень… Злой… Волк… Да? Большой… Страшный… Серый… Волк… Волчок придет… Укусит… Зобачок… Нас запугать решили… Сегодня со всех сторон нас пугает опять… Ну серьезно… Уже просто сил нет бояться… Это не очень хорошо… Ну я не знаю… Выглядит жутко… Давай показывай слово-то… Ну… Тут не до слов… Какие игры, ребята… Вот… Что? Это картинка… Да вообще… Бесит меня уже… Может это… Изольда… Это настроение… Ну реально… Да… Сколько можно уже вообще… Вот… Пусть она говорит нам, что делать… Я не понимаю, что делать… Я бы сходить здесь находиться… И без… Не делать… Ничего не делать… Нам ходить и говорить… Ой… Изольда… Ты нас поместила в этот дом… Мы так благодарны… Это так классно… Мы готовы здесь уже… Здесь все сходят с ума… Я люблю ходить без сапочек… Мне это так по приколу… Я же обожаю болеть… Это очень классно… И мне все нравится… Как страшно… Куда вы все разошли? Пошли… Я понятия не имею… Пожалуйста… Вот куда… Ну а что ты… А куда все пошли… Какая тебе разница… Пошли… Ну блин… Чё… Давайте пообщаемся… Поговорим… Такая фигня произошла с нами… Все обиделись куда-то… Свои мысли закопались… И ушли куда-то… Можи… Можи… Не влажные…! Можи… Если… Можи, что ли… Можи вон… Ну… Можи вон… Можи вон… Ну… Можи вон… я это тренируюсь я чё это скорее всего из ульдаказ хотела снова опять что-то стала говорить я вообще ничего не говорил молчал я говорила как мне нравится что это я не знаю просто страшная картинка это все вот не просто так ну серьезно нас целый день хотят запугать они хотят чтобы мы напугались знаете что надо сделать что я не дам больной зачем ты опять делаешь то же самое что я делаю ребята ребята что вы делали до появления этой картинки ничего мы ничего не делали мы играли в крокодила мы пытались играть крокодила я тренировался у меня 8 а хочешь 8 хорошо я бью дамой я сегодня тут спать буду даже не страшно наверху хотя было спрошено у меня можно ли вы въедете в этот дом на условиях про завещание которое вы слышали я это одобрил ни в каком сговоре я с ней чтобы вас запугать не состою как то все странно это очень и по времени вы тоже не договаривались на какое время мы здесь это знал все верно потом то мы выйдем отсюда хотя бы возможно возможно как вы свете зарядиться как макс безумных блин я25 ябут он же хотел играть по игре ускоряешь ты меня пожалела да бука нет но понятно и попроси нолбек я так же не знаю очень тяжеловато адаптироваться здесь вот видите, здесь очень тяжело адаптироваться к таким условиям вы к друг другу не можете адаптироваться здесь мертвая зона пошли везти нет, пожалуйста изольно, не писали мне в него пожалуйста пожалуйста Лия, прекрати так себя везти слушай, ну я тебя попросил ну что, ты когда-то прекратится ну что, леща не дать если надо, дай леща ты можешь это сделать я не могу только давай сейчас эти разговоры извини, Милана, такие разговоры по тебе постоянно происходят я не хочу, чтобы ты видела ты сама понимаешь происходит так, уже у всех нервы на пределе и они же сами-то не понимают что она же их провоцирует провоцирует и они ведутся на провокацию вот что меня бесит ну у тебя же есть мудрость глаза в голове ты же там шаманка там это что ты боишься? ну чего ты боишься? ты же что-то предсказываешь что-то видишь когда ей надо она выходит выходит и начинает там типа искать фотографии и ведь находит и фотографии и видит, что ну когда надо она ведет себя просто как я не понимаю я не могу объяснить понимаешь я начинаю объяснять у меня все эмоционально смотри я предлагаю сделать новости в в вечером к примеру в часов в 10 часов ну на часок да можно новости в 10 и днем надо я предлагаю утренние новости и вечерние так утренние новости давай утренние новости как мы нужно проснуться умыться и прям вести утренние новости у нас должна быть еще секунда зарядки секунды ты ходишь и все и грейся ну что же ну слушай не подушки а ноги я имею ну ты же поняла меня хорошо неплохой ход я в шоке если честно Камилу потому что я возьму неужели я день рождения с вами встречала здесь так а то в какой атмосфере вы встретите его Катерина зависит от вас если вам удастся убедить их что ваш праздник зависит от них не от дома не от того что будет в этом доме не от погоды не от чего-либо еще а именно от окружающих тебя родственников родственников ключевое слово вот это вот родственники названные что вы что ты сейчас что не знаешь молодец дай я тебе руку пожму ты понимаешь что твое окружение всегда не конкретно сейчас а всегда с самого твоего рождения это твое отражение отношения к миру как ты относишься к миру так и мир реагирует на тебя пойми когда ты примешь мир и будешь радоваться каждому мгновению все будет вокруг прекрасно поверь мне ты сейчас даже слушая меня полностью закрыта ты не принимаешь мою информацию я слушаю внимательно почему я ты энергетически от меня закрываешься и не слушаешь ты слушаешь но не слышишь ты не принимаешь когда ты примешь каждого здесь находящего примешь обстоятельства которые с тобой ну как мне принять я очень переживаю что там творится это очень легко это самое важное в жизни это очень сложно самое простое принять каждого каждого я уже приняла я уже каждого прими это дом ты не можешь выходить в замкнутом пространстве но тем не менее ты здесь и сейчас и ты будешь находиться здесь пока ты не начнешь радоваться ты будешь страдать где бы ты ни находилась золотые слова позже тебе говорил позитивное мышление правильно ты тоже эзотерику читала вот пока не начнешь радоваться будешь горевать по сути вот тебе ну самое простое радоваться любому даже вот вот смотри вот у нас была посуда мы стали горевать у нас не стала посуда по большому счету понимаешь ну что вы не цените этого тут даже не в подушках дело вы попили чай ушли спать все осталось да было такое а я не служанка я могу мне не сложно убирать но мне неприятно что вы не цените того что есть до этого немного ну вот все что у меня есть это один стакан одна чашка несколько горшков я все вам дала спасибо спасибо но к сожалению вы не цените я понимаю что это короткий срок и вы все прибыли жить в других условиях но сейчас так и никуда не деться мы все поняли я в самом финале там пришел мы все поняли и Милана уходит мы все поняли ну здесь просто мертвая зона для тебя там повеселее видно ну ладно ну что ты тоже к нему прицепляешься ну очень правда я согласен он будет отражать то что излучаешь на него ты это было скучновато я решил ну зато вы хоть что-то и расскажите если не жалко конечно расскажем это конечно расскажем просто смотри ты тоже свои амбиции это вот выдаешь смотри вот ты сказал убежал а ей стало обидно ей стало обидно ты пришел она эту обиду тебе вернула а ты даже не заметил а я никого не оскорбил тут правда так было ты говоришь здесь мертвая зона и ушел но тут правда так было ну почему не сказать что просто пойдем поднимемся наверх я пытался 10-15 минут вас поднимать когда вы лежали нет если ты посчитал что здесь мертвая зона пойдем поднимемся нет тебе нужно было оставить реплику и уйти да что вы сейчас обсуждаете вася 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 что-то хочет от меня нет о чем ты с ним сейчас ведешь диалог не знаю я не знаю что ты ему сейчас говорил что я делал то что я делал и что я сказал это что ты говорил ему только что не вчера не год назад сейчас что ты ему говорил это стоило времени нет ну скажи словами чего ты хочешь ты не могу понять вы сейчас тратите свое время свою энергию вы и так истощены вы все на нервах и вы сейчас обсуждаете какой-то непонятный поступок в негативном русле вы заболеете все здесь не от того что холодно нет от того что холодно в первую очередь ну а что нет тут попом дует тут такая ух�� вот смотрите видите какая щель и оттуда офигительно дует и у меня мерзнут ноги у меня ногти почернели на ногах это плак а что случилось я все пропустила что случилось ну что у меня от холода почернели ногти на ногах что случилось понятно милана ничего не случилось почернели разговариваем чернющие просто ледяные я их не чувствую я прям слышу как хрустит хватит уже здесь я так на тебя надеялась что? в смысле? а в чем ты надеялась на нее, Вилана? что я не умру? что у меня не замерзнут ноги? я как-то все пропустила я как-то тоже сейчас все пропустила в смысле она на меня надеялась? я не знаю в чем она тебе надеялась меня почернили ногти на ногах понимаете? просто жесть она так решила тактично уйти от темы того что мне холодно и я умираю и она такая я на тебя так надеялась пора уходить, а то сейчас ставки начнет просить или еще что-нибудь так и было у нее же были носки почему она не даст носки правда от которых у нее ноги чесали да надо попросить их снова чтобы она вернула где они уже там едут ладно, давайте отставим все это из каждой ситуации есть выход и мы его найдем мы приосилим все эти трудности все эти условия, которые нам сейчас создали мы все это выдержим выстоим даже ради уважения ради чести к нашей бабушке даже не давайте не мыслить алчно что там из-за денег а ради нашей бабушки потому что это наше наше, мы наследники и эти деньги и эти деньги это наследство не должно достаться этой изольтикац потому что это не ее это наше и мы сейчас должны не другаться друг на друга не обижаться не утрировать ничего а наоборот сплотиться хотя бы потому что мы родственники и ради уважения к нашей бабушке мы должны выстоять все препятствия все трудности все что нам сейчас будет здесь нелегко мы должны дойти до конца понимаете я могу только согласиться дальше то что ничего жить и друг другу не ссориться, не ругаться помогать, поддерживать друг друга да, сейчас всем тяжело всем понятно мы разные люди в непонятном доме закрыты конечно у каждого свои амбиции свой характер у каждого свои душевные какие-то переживания внутри внутри какие-то у всех стрессы сложности все это понятно и все это в скопе получается вот такая вот ситуация мы начинаем друг на друга нервничать ругаться ссориться драться хватит все мы уже здесь столько времени мы должны наоборот как-то сплотиться и быть вместе друг за друга если мы будем все вместе только так мы сможем дойти до конца если мы будем все вместе дружно и искренне относиться с уважением друг к другу относиться с уважением к каждому только так мы сможем дойти до конца согласны я согласна абсолютно и просто самое дебильное что нас специально изводят а потом показывают какие мы плохие всему миру хочется встать выстроиться и куда-то маршировать я хочу идти в светлое будущее красные кавалеристы ведут рассказ нет не во всем не согласен с тобой это как это ну во всем вообще не согласен вообще во всем мне кажется мы здесь чтобы мы все поругались поссорились убили друг друга и кто-нибудь один добрался до наслез меня такое ощущение складывать не согласен я почему такое потому что происходит мне кажется почему так и происходит мы только и вот только и не только пытаем только болтаем чтобы договориться отчета все как-то зло и не не веселое оскорбительное какое-то все плохое все время я не сарказм включая это правда да в смысле правда а что мы такие суперседружные сейчас здесь мне так понравилось давайте дружить я за вас тут и одна то ты другая то ты посылаешь нафиг то ты дружишь не понимаете алия какие-то все лицемерные все почему и откуда такое лицемерие смысле мы знакомы если дружить а лицемерие а каком лицемерии когда я лицемерила это когда говорила и что я извиняюсь перед изольной ооо вот оно лицемерие вот про чё я говорю это и сделала по-хорошему ты бы лучше если бы я одна в этом сраном доме была я бы никогда не извинилась перед этим мразью да ну ну вот опять если бы все было по-настоящему дружненько мы бы вряд ли так ругались поэтому зачем говорить эту неправду это вранье давайте дружно смело куда смело что мы делаем чего нам делать никто ничего не знает куда мы тут пять дней какая смелость нахрен куда идти вот чем я не согласен и потом и самое тупорылое что вот эти все ссоры и как доводим мы друг друга это все всем показывает транслируется мы как эти знаешь смотрите все какие мы уроды да весь мир смотрите какие мы уроды мы все ругаемся вообще какой-то придурочный я больше не могу я больше не могу здесь находиться я не могу зачем за что мне это за что мне это я никогда в жизни был такой за что такое испытание наверное я заслужила наверное мне это нужно сейчас здесь я просто сказала лицемерие давайте просто не делать это если если не дружится то не дружит а если ты честно извиняешь эту просто извинись честно и все вот о чем если бы она честно извиниться у него сейчас эта хрень не вырвалась бы потому что ради чего-то на хрена тогда вообще тогда не получит красно слышали что нечестно извинялся прекрасно то что она делала через р идея и она делала то специально я ничего не слышал мне показалось что я верю и в я верю я верю в человеческой я верю в доброту если человек извинился я подумал что он извинился реально по-настоящему а на хрена тогда извиняться чтоб свет включили да да это лицемерие вот из нас да она ведь и мерила зачем ее проделать подожди дело вообще не в ли я ее не провоцировал ни в чем дело вообще не в ней и дело вообще не в ни в чем дело в том что из-за нее для всех будет дело не в этом даже не в этом дело и зольда снова это услышала ты понимаешь что опять может быть опять выключить свет опять будет здесь из печи как вылезет еще что нибудь делаем в этом дело не в этом меня взбесило просто все просто взбесил какая-то неправда фуфлыжничество вранье вот чем меня взбесило пускай меня судят клюют пускай там все что угодно делать но это вранье какое-то вранье просто и все ну смирись и нам всем уже очень плохо у меня отлично все покрылось прыщами если вы как-то можете повлиять на то чтобы мои прыщи прошли я буду на Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла... Ах! чтобы поругались отправьте хотя бы спортивную одежду нам некуда девать свои эмоции он сам себя так ведет зачем вообще обвиняет всех вокруг как будто бы все виноваты ты катерина не готова с нами общаться нормально или что подружиться если бы ты так не думал разговаривать ты бы не смогла так сказать как сказала вась васич ну зачем это брать то ну нахрена то но все же видно она же не дура там раз такой все устроено а что ты предлагаешь а а что мне надо было не соврать чтобы выдачу сидели чтобы ксю в углу сидела плакала дальше от того что эта хрень происходит нет я не про это я знаешь про что если ты готова меня услышать я могу тебе сказать вот есть ты готова или ты хочешь меня додавить сейчас просто вот уничтожил ты готова с я просто хотел чтобы это случилось по-настоящему что чтобы я по-настоящему извинилась перед страной изольдой которая меня сюда притащила да пух но ты-то уже здесь понимаешь и вообще не претензия вообще не к тебе было ли я она была общая не только ты я даже про себя говорю что я лицемерю понимаешь я даже про себя говорю прошу я спокойно я спокойно я только про себя говорил я никого не тыкал лицо и когда катя это сказала мне это взбесил не потому что она символы это искренне да это вранье вранье да потому что вранье я чувствую что это вранье хочешь объясню почему она не врала ни капельки она правда хочется всеми подружиться но при этом она постоянно думает о своем бизнесе люди разучились разговаривать между собой ты понимаешь вот я только об этом говорю мы за эти пять дней пять дней послушай я не называл его лицемером вообще сегодня никого не назвал лицемером ты сказал это лицемерие в глаза ну почему ты я сказал кто-нибудь дословно скажите что я сказал пожалуйста кто-нибудь здесь вот из вас строим что я сказал я сказал что это все можно я повторю то что я сказал я абсолютно адекватный человек я понимаю что я говорил я говорю что это все лицемерие мы пытаемся дружить пытаемся вредить еще что-то делать ходим в комнату туда-сюда сплетничаем друг другу про обижаемся я с ксюшей даже не могу поговорить хожу мимо нее потому что у меня внутри осадок потому что настолько дерьма в не наговорила что я жду когда же она просто скажет блин да прости ты меня дура я сказал да прости ты меня дебила но этого не произойдет потому что мы вруны все и этого не произойдет ни с кем это не только с ксю это общая проблема никаких проблем нету конечно нет а ты в жопу шлешь все у всех тут проблемы пошла она в жопу и так а ты не думаешь о нас то что ты такая эгоистка то в хера ли ты такая эгоистка вот это не думаешь ни о ком ты думаешь только о себе послал ее в жопу а то что здесь было в темноте когда ты рыдала ты рыдала два раза и тебя успокаивали потому что о тебе думали в первую очередь надо обо всех думать а не о своем эгоизме поняла меня я извинилась ты как ты извинилась я слышал как извинилась и ты сама призналась что это было лицемерие ты это было лицемерие ты потом и потом ее назвала включили что такое свет включили горшочек сейчас принесут что такое что если у вас какие-то проблемы с лицемерием или вы думаете про людей хреново что-то так вы в глаза это говорите они в карты раскидывайте карты как мы делаем я тебе сейчас все сказал в глаза но ты нихера не принимаешь информацию потому что все у тебя стоит стена блок потому что якобы я говорю про тебя не так как тебе надо катерина о боже почему когда человек внутри у него есть говнецо он приписывает вот это говнецо всем окружающим и он делает вот это дерьмо в других людях это же просто понимаешь вот у тебя внутри если сидит какая-то погонь и он думает что другой человек обязательно такой же и вот вот своим говном надо взять и измазать просто всех вокруг почему так происходит я вижу в людях только хорошее почему блин это просто так тупо я говно у меня говно в душе я вот тут лицемерил и тут я лицемерил и значит вы все вокруг лицемеры вы все меня бесите и это как пружина срабатываешь он такой типа сдавливал ее сдавливал а потом блин чем сильнее сдавливаешь тем сильнее она потом выстреливает тебя зацепила я не я точно знаю что ты не лицемерила в этом уверены на сто процентов просто нам всем тяжело а то что он подписывает всем лицемерие это значит только что он лицемер и все больше это ничего другого не может значить не должен продолжаться понимаешь да ты говоришь пока она не извиниться перед камнем лета я не я не буду воспринимать не то она тоже не идет на шаг и вы хотите сказать что вы так сможете жить но это ж видно все видно что даже вы пытаетесь через что-то общаться просто ну будьте умнее будь сильнее даже не умни будь сильней будь сильнее ее девшура ты и простишь ты будешь сильнее и но ты будешь не просто сильнее ее а и честь не благородни и как это объяснить ваше Васич помнеет мне нужно ей это нужно! Она тебе сказать об этом не может! Ей это нужно! Ей это нужно! Поверь мне! Почему ты думаешь она сейчас прибежала сюда и сидит? Потому что она чувствует защиту только когда, ну как это я тебе объясню? ей страшно, реально страшно! Она сейчас сидит и не понимает что происходит? ей страшно! Она не понимает! То ли это так, то ли это не так! То ли это всё вот так, то ли это не так! Ну просто, ну прояви, будь сильнее, будь благороднее, это же несложно, это несложно. Да мне несложно, Вась Васич. Вы хорошие люди, вы оба хорошие люди, реально хорошие люди, только каждый в себе это не может достать, понимаешь? Мне сложно, но если я прощаю человека, я его прощаю, но я его уже не буду так уважать, как пытался уважать до этого. Понятно, что я её мало знаю, у тебя есть такие люди, которые... Я не уважал никогда, братан, по сути. Ты, знаешь, пять дней. Я и говорю, пытался уважать, я когда человека вижу, я сразу иду с уважением, понимаешь? Я сразу иду с уважением к человеку, но когда тебе что-то говорят плохое, очень унизительное, ты делаешь вот так. Хорошо, похрену, и уходишь. Ты хочешь общаться там, хочешь, вроде все вместе, мы из дома не выйти никуда. Тяжело, из дома не выйти никуда. Ты хочешь общаться, но ты понимаешь, что ты не можешь просто уважать человека. Я её простил. Для себя, да. Но уважения нету, потому что его не было ко мне. Уважение это вещь такая, она либо есть, либо нет. Если ты просаживаешь уважение, как уважать человека потом? Что сделать? Я не понимаю вот этого. Но объясни, я должен что сделать? Мне не унизительно, прости, Ксюша. Мне не унизительно это сделать. Но фишка-то в другом. Насколько это, прости, протянется, если человек не понимает просто, о чем речь. Ну почему ты решил, что она не понимает? Она давно уже поняла. Просто она не может сделать этот шаг. Ну просто не может. Она уже поняла. Она уже готова. Она готова измениться. Я так надеюсь. Если нет, тогда все. Да о чем мы говорим, Вась-Вась? О чем мы говорим? Кто там ревет? Посмотри, может, корей опять же. Да что идти-то? Что я сделаю? Ну, успокой ее, но... Если там Катюха... Она думает, что я ее лицемеркой назвал. А я вообще никого не называл. Я просто в общей ситуации говорил. Я тоже такой. Надо вот с себя начать просто и все. Господи, боже мой. Что это вообще за такие родственники? Надо как-то это... Поднимать их, что ли? Я не знаю. Открыть глаза или... Как это называется-то? Чтобы они проснулись. По щам им может носовать. Я не знаю. Кто там? Это я. Заходи. А что ты не заходишь? Чувак. Чувак. Знаете, что я сейчас понял? Вы меня простите, конечно. Что я что-то говорил. Я никого не хотел лично оскорблять. Я говорю, прежде всего, про себя. Что я пытался дружить. Я понимаю, что что-то не то. То ли мы торопимся, то ли что. То ли мы пытаемся казаться хорошими и правильными. Это я говорю лично про себя. Я не знаю вас, но вы, оказывается, родственники. И как к родственникам относятся? Хорошо. Я и пытался так, хорошо. Оказалось, что много какого-то вранья. У кого? Да ни у кого, но оно общее, понимаешь? Да нет, вранья. Никого не было ничего. Да есть, оно было. Хорошо, ладно. Мне показалось. Давай, ты останешься при... Все, все, закончили. Все, все. Останешься при... Я считаю, что это так. Я в людях никогда не ошибаюсь. Сто процентно всегда. Я вижу не только в людях и в коллективе. Ты мне сейчас пришел сказать, что я сто процентов вру? Лия, услышь меня, пожалуйста. Или что? Дай мне высказаться. Дай мне высказаться. Просто дай высказаться. Я тебе лично сейчас что-то сказал. Я не собираюсь выслушивать о том, что я кому-то что-то вру. То, что я соврала, я призналась. Лия, я никому не врала. Я ей сейчас лично сказал, что она врет. И что происходит? Да, камера тебе ответит. Я не знаю. Изольда, кто-нибудь там может это рассуждать? Я ей сейчас лично сказал, что я вру. Что она вру. Я сейчас пришел извиниться. И опять я не могу этого сделать. Ты дашь мне высказаться или нет? Ты услышь до конца сначала, что я имею в виду. Это путь. Когда человек что-то говорит, он идет туда. Не цепляйся за слово. Ты сначала увидь всю картину, а потом делай выводы из этого. За каждое слово ты зачем цепляешься? Это слова. Слова соединяют целую мысль огромную. Я просто хочу сказать, что я видел. Может я сам настолько лицемерный, что вижу лицемерие. Я никого не обвинял. Я вижу лицемерие. Вот так смотри-ка. За стулом повторяешь. За стулом? А ты не умеешь. Тебе доступ запрещен, кстати. Ну что, он своих пока пускает, да? Хорошо, что делать? Сейчас я активирую. Мне показалось, что это лицемерно, потому что я не ощущаю. Мне показалось, что это дай пас. Я не успеваю за ним повторять. Ту-ру-ту-ту. Ту-ру-ту-ту. Где он обучался? Он нормально, он двигается, да? Ну вообще, да. Ладно, ладно. Ламбада постоянно какая-то. Не понимаю. У него как будто у тебя ламбада. Ой, мне кашель. Слушай, ну я не могу за ним угнаться просто. Ну у меня это точно не получится. А пусть он за тобой движение повторяет. Нет, нет, я хочу за ним научиться танцевать. Я не смог успокоить. Они сейчас сказали, что я опять сказал, что они все лицемерны. Я не знаю, Вася Иванович, научи меня об этой мудрости. Как это сделать, я не понимаю. Я просто не понимаю. Ну ты знаешь Лию, ты одно слово скажешь, она оп, и все. Ну за пять дней-то. Сколько мы тут? Четыре? Три? Даже забыл. Макс, я не могу дать. Что это за шесть? Как это повторить? Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла- У него ни одной эмоции на лице нет. Он просто жжет. Еще и стучит потихо. Еще раз. Ого. Подожди, подожди. А еще. А фишка в чем? Он же должен стул перетанцевать. А стул-то танцует вечно. А ты от Кида знаешь, что он стул-то делает. Он с первого дня это делает. Да, он танцует со стулом. Он с первого дня танцует со стулом. Да, это правда. В смысле, как он танцует? Так он ничего не делает. Так стул? Нет, стул танцует. В этом вся фишка, понимаешь? Поэтому они останавливаются, у них батл. А теперь еще у меня. Как ты это делаешь? Тру-тру-тру-тру-тру-тру. Я первый раз слышу такого хренья. Я видел, что он стул ставит, но я думал, что там в своей цели... Просто ты не пытался его узнать. Ты спроси сначала. Вот! Вот о чем я говорю. И это у всех так, не только ты. Нет, на самом деле я пытался несколько раз его узнавать. Я же тебе рассказывал. Ага. Ну да, то есть что-то настоящее. Но когда он переходит на отца Йоду, я не могу. Куда мне дальше идти? У меня ступор, понимаешь? Ты не смотрел Звездные войны? Смотрел Звездные войны? Конечно. Я знаю, что такое. Ты знаешь, что такое Йода? Ну конечно. Это тоже не его отец. Ну я о чем тебе и говорю. И у меня происходит ступор. Я начинаю как бы гореть серьезно, а он продолжает гореть, что там... У него есть световой меч, все дела. А сколько долго ты так и сколько можешь ступиться? Давай в картишке. Бесконечно? Макс? Тихо-тихо. Он даже не может говорить. Он как-то сколько не спихается. Макс, а сколько ты можешь продолжаться? Господа. Ты смотри, что твоя... О, он еще глаз... У него ни одной нету. Нет, ты видела эту эмоцию? Катя сказала, что ей меня жалко. Ей и тебя жалко. Потому что я вижу, увидел лицемерие. Слушай, а сколько ты еще планируешь так делать? Пока стул не скажется. Ты знаешь, что у тебя есть проблема и ты ее знаешь. Какая? Скажи мне. Может быть я не знаю. Возвращайся в поведение. Ах! Какая? Какая? Что стул тебе не сказал? Ну что? Стул тебе не сказал? Топ! Топ! Угерок. Угерок. Да? Ты скажешь мне, что такое? Нашел убер? 77 это я походил я сформулирую кажется макс перетанцевал перетанцевал и стул и всю крестей зачем сейчас выдаешь комментарии вот что честно и так это комментарии твои так точно они прямо сразу говорят в чем дело естественно ну как бы хотелось бы перезагрузка данных наверное поэтому наверно он потому что если ты не заработал ну да конечно тебе то они ты хочешь на эту задать так сейчас интересно а сколько самое страшное сколько еще жить так сроков нет козыреет ее просто валет надо было бы она мне такое наследство туз бит просто жизнь что там туз то и как либо вот так а нищего себе проглядел я ничего себе проглядел проглядел не не кажется там что то настала ночь пришла жара и тут она сошла с ума кто может не может ты прям такая какая настала ночь открытая душа пришла жара кто при жаре сходит с ума тот кто не любит тепло это что подожди это загадка да Вась Вась я понимаю что Изоль Закрас решила нас видя все то что сейчас здесь происходит она этой загадкой решила как бы чтобы мы переключились наших диалогов очень жестких и ненужных наверное нужно чтобы мы переключились сюда мне кажется наши диалоги были очень полезны они были полезны но они были в агрессивной атмосфере ну да в агрессивной атмосфере в агрессивной ну ты понял короче кто сошел с ума настала ночь пришла жара и тут она сошла с ума кто кто это проститутка проститутка ну то есть подожди вот наступает ночь и наступает жара и что ты думаешь что все проститутки летом сходят с ума нет я считаю что настала ночь пришла она то есть была жара ну жара может быть символ проститутки было бы какой-нибудь кавычки какой-нибудь вот там прям да или кто еще не знаю ну она жару устроила ночью поэтому и сошла с ума потом от того как ты щебугу сделал господи вот я иногда смотрю на тебя но ты такой еще молодой молодая девочка рая танцуй танцуй пока молодая это юмор настала ночь пришла жара макс кибер кто может ночью при жаре сойти и сходить с ума при жаре ну сейчас подожди кто а луна значит настала ночь луна всходит луна она сошла с ума мне кажется подожди слушай а действительно может луна ну подожди луна настала ночь пришла слушал при самом теплом дне который происходит летом луна становится ближе или нет мне кажется не луна не луна не луна потому что нет кто кто тогда пойду-ка я позову нашу дам чтобы они тоже немножко от мне кажется да 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 ну чтобы немножко вдруг там девоньки там задание от изольды всем идем выполнить задание что кто настала ночь пришла жара и тут она сошла с ума кто серьезно загадочки давай-ка в карте детские загадочки или какие-то я не знаю мы пытались думать кто это но не поняли или кто это ну давайте погадаем кто это давайте погадаем кто это ну давайте логически мыслить у кого ночью при жаре кто не любит жару ночью и исходит с ума кто это может быть настала ночь пришла жара тот кто живет у нас на чердаке милан то есть ты считаешь что милана сошла с ума ночью при жаре но она живет на чердаке ну причем есть чердак вообще я она объясни мне сошла с ума сошла с ума чтобы с чего-то сойти надо на что-то сначала залезть я не знаю это логически пытаюсь думать чтобы сойти с ума надо на него сначала залезть настала ночь ночь пришла жара и тут она сошла с ума может это просто вопрос кто это странный рэп такой кто чьи строчки может быть это гуф нет настала ночь пришла жара я думаю это лягушка какая-нибудь серьезно нет ну а кто 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 а почему хорошо кибор говорит что это луна где лягушка где может быть ночью жара в пустыне и тут она сошла с ума кто может сойти с ума ну милана сегодня музыку в два часа ночи если включала милана в два часа ночи музыкально шкатулку шкатулку значит она по ночам любит танцевать при чем здесь милана я не могу понять у тебя какая-то обида на нее что-то внутреннее почему я не могу понять ты уже второй раз пытаешься по эту тему с миланой как бы прогибать не знаю что может быть где может быть ночью жарко у нас в нашем доме наверху жарко да при чем здесь наш дом это вообще не наш дом при чем здесь наш дом я не знаю где просто может быть жарко где ночью так я чувствую с загадкой нам сейчас трудновато придется настала ночь пришла жара и тут она сошла с ума почему ты подумал что это лягушка или жаба кто это не знаю у меня в чистой голове интуиция какая-то не знаю макс сказал что это луна луна настала ночь пришла жара и тут луна безумная я просто увидел ночь и представил луна надо понять это либо это какое-то действие ну либо это животное либо это человек либо это какое-то эфемерное создание ну смотри если она и с ума сошла значит это что-то живое у чего есть этот ум и женского рода да что-то с умом женского рода звучит отстойно настала ночь пришла жара и тут кто-то с умом женского пола сходит с ума сходит с ума начинает стягать что значит сойти с ума это не знаю сойти с ума ну значит вести себя неадекватно быть вне разума начинать гладить чугом стены как я сегодня сошел с ума у нас только жара бывает на втором этаже я больше не знаю где бывает ночью жара у меня вот ни с чем это не ассоциируется вот вообще не ассоциируется а тут холодно так мне надо на втором этаже жарко внизу холодно вот у меня только пока вот находясь в этом доме ассоция только с этим больше я не знаю ты считаешь что изольда сейчас про милану решила загадку позагадывать да? я не знаю про что она хочет может она нам намекает на что-то ксю выключился брось там села батарейка у паренька он не смог перетанцевать стул мне кажется это не могу а че танцевал снова что ли? че мог? он перетанцевал себя стул и ксю устал я че это я это че это я тебе а я отбился как? вальтом ты отбился вальтом я тебе вальта подкидываю эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Может быть это ананас? Почему? Какой еще ананас? Нет, а что? Это фрукт Очень, очень, как бы Такой Хорошо Лень, спросила, что такое ананас? Какой еще ананас? Ананас, он мужского рода У него нет ума Ага По-моему Туда Кто именно сходит по ночам с ума от жары? Кто сходит по ночам с ума от жары? Я предположил, что это проститутка вообще Да То есть наступила ночь, она пришла А может быть А, и тут слушай Это самый логичный ответ Вот я и сказал, Васич смеялся недавно А может быть печку нагревает Бестия какая-то? Бестия? Бестия? Что такое бестия? Что такое бестия? Сходит с ума от жары ночью Настала ночь, пришла жара, и тут она сошла с ума О, кстати Сошла с ума печка ночью Точно Слышь, это печка Может быть это как в Мастере и Маргарине Может это Маргарине Печка Как печка, может сойти с ума Ну как, как Перегревается Вот так Ну вот эта печка, я тебе скажу, что она иногда сходит с ума Сегодня что было? Ну да Знаете, как вы просто... Давайте ответим печка Ну давайте, наша печка, да, она сходит с ума Да? Да, она была с ума Ну ты же видел, сегодня будет чудо Сегодня, да, наша печка реально сошла с ума Выключили свет, да? Выключили свет? Серьёзно? Пар! Печка Пар! Значит, наша печь реально сходит с ума Что, согласны? Да, ну подожди Я согласен Жара здесь была? Ну так что, здесь не жара была? Печка жарко Печка жарко Здесь реально жара была Печка жарко Ты сейчас, ты всё портишь Печки жарко Давайте уже дадим ответы посмотрим Мне кажется, это... Нет, всё-таки Что будет, если мы неправильно отгадаем? Давайте ответим ананас Да нет, печка И узнаем, что будет Печка У нас правда печка сумасшедшая То на подарки раздаёт, то наоборот оттуда нас травит газом Отвечаем ананас Нет, ребят Нет Макс, мне кажется, это правда Нет, никакой не ананас Печка Голосование, кто за печку? А кому вот неинтересно узнать, что будет, если мы неправильно отгадаем? Два человека за печку Вы за ананас все? Ну и что будет-то, если мы... Я придерживаюсь нейтральной стороны Это ты отбился? Да Нет, я хочу... Что? Давайте мы голосуем, а как ответим? Давайте печку сделаем Да Я согласна с печкой Потому что Просто других у меня нет Ассоциаций, сейчас находясь в этом доме Да проститутка тоже себе подходила Таким очень хорошо Настала ночь, пришла жара И тут она сошла с ума Почему нет-то? Типа О, много работы Или как они там работают Ладно Да, ну она пришла, жару сделала А потом с ума сошла от того, что Хорошо ночь прошла Давайте не будем углубляться просто Давайте да Давайте посмотрим, что будет, если мы ответим неправильно Давайте да Давайте ответим ананас Пожалуйста, может печку? Ананас хочешь? Может печка неправильная Может печка неправильная Может печка еще неправильная, ребят? Может мы еще подумаем? Нет Давайте еще подумаем Какие еще есть варианты? Ну давайте Печка, проститутка, ананас 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 Радует нас Ананас Давайте уже уберем эту девочку Печка, проститутка, ананас Каждый день они радуют нас Может в печи оказаться ананас А может проститутка оказаться анфас Ну а как еще я понять? Ну давай, ходи Все правильно Ну конечно Наш ответ какой? Ну Хороший Печка, король Или Еще варианты какие есть? Наши две стили Взял Будут варианты, нет? Соглашаемся с ананасом Может быть Может быть это Ананас Что боится жары ночью? Боится жары ночью? Холод Может быть это Снежинка? Что? Тонкая душа Вась Васича Тонкая его организация вышла наружу Снежинка Снежинка, конечно Почему? Дама Настала ночь, пришла жара И тут снежинки сошли с ума Король И начался бал снежинок Когда в дом входит год молодой А старый уходит дар Снежинку хрупкую спрячь ладонь Желание загадай Смотри с надеждой ночную сень Наш ответ Гоголь-моголь Оригинально, оригинально Гоголь-моголь? Не, на самом деле это не Окей Логически мы пытались думать по-всякому Это вечеринка маразм? И нелогически Она сошла с ума Она сошла с ума Ночью то, что в жару ее сводит с ума Может быть Что или кто Ночью от жары Может сходить с ума Печка у Соня сошла с ума Не, ну если реально Короче Давайте печку ответим Печка у нас ненормальная Давайте просто перечислять варианты, которые придут в голову Печь, дерево, стол Табуретка Люди Планета Вселенная Ночь, Море Вода Динозавры Животные Страница Книги Стихи Песни Катаклизмы Катаклизмы Клизмы Клизмы Это чтобы наши мозги думали Надо спрятать свои глаза бестужие Ааааа Это разминка Это не задание наверно это заболело что-то я хотел помочь вот и опять они как-то стали больше как будто в ладошке стали в ладошке больше потому что они смокли да потому что их три дня у тебя ответ я хочу согласиться с максом что это почему песни только сказал что это наша типа печка вы тут такого не может быть почему ты хочешь согласиться с максом больше придумать ничего выиграть будете я думаю что надо 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 чисто подумать посредством этого шерлока холмса методом дедукции только и им пользовался давайте все зайдем чертоги разума мои чертоги разума говорят катализатор а как-то заходить каждого же разные там может быть просто маленькая комнатушка может быть дворец может быть печка а мне костмой просто такой деревянный домик на дереве это моя хата в сочи да да я помню она догадалась я даже не понимаю присядь сюда зачем ты сходишь босиком не знаю зачем ну конечно а что делать мне кажется ключи забыла чертога у меня болит почка или что-то серьезно почечка поболела что здесь находится сам селезенка почка справа же почки их же две они с обеих сторон в основном в одной же части а я думала что их четыре нет их две а ты сейчас смеешься ребят мы будем отвечать да это да мы уже ответили что это печка мы ответили уже ну конечно мы же не дали ответ а мы а были в чертогах разума она сошла с ума она сошла с ума при при странных обстоятельствах а может это наша плазма нет ночью при жаре она сошла с ума может это плита нет она может это что-то живое это по любому что это живое может быть это свеча если это с разумом при жаре свеча сходит с ума и вот так вот возможно это свеча давайте ответим свеча давайте ответим уже печь подумаем она все равно как пришлет нам ответ господи так я в чертогах разума кажется она на море там нет ничего все пустые все полки короче пустые кто делает наш ответ печка ты Макса заставил это сделать да да что заставил это же он придумал ну да почему ты не ответил вопросов в Кате нету в камеру почему Макс ответил да я ответил ну хорошо ладно мне кажется Кац уже просто забыла и поехала по делам мне кажется у Кац жаркая ночь да да она как бы намекает может быть это Кац мы обзавидовали это просто Кац да 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 знаете что я понял что это стирается вообще а не надо да да я понял что там дырка дырка вот тогда вот тогда вот тогда я захожу снова в чертогах разума тогда вот так добито что в твоих чертогах разума есть наркота там растет рука там растет рука тут загадка пришла мы не можем отгадаться мы отгадали не знаю правильно не множество с загадкой да давай ты не на руку я пришла вам сказать что возможно как вы уже привыкли вечером вы получаете подарки от тех кто вас смотрит но мне интересно у вас спросить как вы считаете сами вы сегодня заслужили никто не хочет сказать а мне не приходят подарки мне нечего сказать с чего ты взяла я помню тебе однажды приходила я уверена что если там все таки что то есть то значит мы это заслужили а если бы там ничего не было значит мы ничего и не заслужили я не про это говорю я не властна над тем что появляется в этой печи но печь в моем доме я еще раз выражаю свое крайнее недовольство вашим поведением я не про подушки я не про посуду я про ваши ссоры ваши внутренние отношения между собой влияют на этот дом и на мое настроение сегодня вы получите то что вы заслужили от зрителей но впредь я надеюсь вы услышали меня василий василий ты можешь мне помочь да конечно что надо сделать открой печь достань список если он есть серьезно я попросила василия василий выдай пожалуйста все по этому списку кому что пришло после чего вы отблагодарите пожалуйста каждой зрителя и на вашем месте я бы извинилась за ваше поведение за которым они постоянно наблюдают я уверена это не то что они хотели бы видеть и не забывайте что вы боретесь за наследство вашей родственницы если вы будете так себя вести наследство которое она наживала всей своей жизни уйдет к адвокатской конторе можете начинать спасибо ваша спасибо глаз ой смотри что талон появился это оооо о мой бог давай перечислят а там поехали это скорее всего фрукты и так виноград виноград для Екатерины один килограмм винограда передайте пожалуйста победа от Антона Панченко свежий? спасибо 1 килограмм бананов 1 килограмм бананов для Васи Васича спасибо огромное спасибо большое хлеб черный для Ли и хлеб черный для Васи Васича его тут нет ладно Евгения Ли пожалуйста конфеты господи как то я сейчас буду тупить давай поможем тебе Васи Васича так будет быстрее да как будет быстрее я имею ввиду как будет быстрее скажи давай давай список вот дай мне один список ты читай список а ты вытаскивай может быть мы просто прочитаем все что пришло и потом просто разберем я думаю надо сделать как из Ольдакас сказала раздаст каждому строго по списку поэтому хостовары что же что такое шампунь это что же там есть как то по распределению есть так вот давай мы просто эти продукты распределим а тут же написано фрукты алкоголь ты видишь что он как то их продукты распределить вот допустим вот этот шампунь это кому Антон Панченко набор салфеток для разной уборки но это же не шампунь а где шампунь течение молоко Антон Панченко для катерины подожди не торопись я сейчас все раздам канцелярия это не канцель гигиена вот мочалка для катерины мочалка для юрца их пока я не вижу понимаете вот я давайте пока то что здесь батон от кого мочалка для юрца ну вы поручили конечно вась вася давай это вот как бы зоне катс не думал вас потом могут наказать я понимаю что все на давай на передай салфетки как спасибо милана помоги мне пожалуйста я про ту плевую вообще конь да да я узнаю кому эти три упаковки эти три упаковки эти три упаковки это что такое как это я тоже буду смотреть и просто помогать давай помоги мне пожалуйста хостова набор салфеток для вяжной уборки три штуки для катерины катерина иди сюда поднимай от Антона панченко мне голову нечем помыть я буду сейчас дом убирать яйца 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 это что не даже правильно все яйца ящик воды нет вода мясо алкоголь фрукты овощи выпечка консервы хостовары где яйца кому яйца помогите мне пожалуйста я молчу яйца для вас 10 штук отлично лимоны зато у нас будет чисто спасибо это тоже необходимо что что катюша бери пожалуйста это все и складывайте на стол рис вот этот жасмин и рис обалдеть господи рис для кого это для тебя да спасибо огромное значит шампунь фрукты с активным концентратом укрепляющий стопой подожди катерина сейчас все кому шампунь у меня нету это фрукты с гарнир да да а какой кому непонятно значит дальше поехали кому эти конфетки вот эти конфетки тебе я отдаю ей эти конфетки все это самое молочко для снятия макияжа кому ой ух ты не знаю я таким не пользуюсь это для кого отойдите пожалуйста за кого это нет у меня нету вот гигиена посмотрите для тебя нет у меня гель для мытья посуды набор губок набор губок ну давайте это оставим на потом а как найдется так отдадим давай дальше сметана сметана ребят это очень хорошо это для лии для лии молочко или сметана спасибо батон батон ребят ой классно как хлеб черный батон в общем тут есть белый хлеб для юрца софет для юрца набор шариковых ручек ой спасибо это очень нужно значит сейчас мочалки две говорили одна для лии одна мочалка для лии можно розовую розовую а вторая кому а кто такая ася вы вторая для катерины и должна быть третья хорошо авторы вот эти конфетки катерина серии конфеты есть еще блокнотики блокнотики три блокнотика смотри у тебя есть так вижу для ли юрца и катерина мыло кусок мыло осенний вальс земляника у меня нету это для ли теперь одна из основных вещей это для катерины Успокойтесь, кто? Это для Катерины Это мне в дню рождения, ребята, спасён Антон Панченко Антоха по-братски Еще килограмм лимонов для Екатерины Нет, всё хорошо Спасибо большое У тебя есть фрукты? У меня есть картофель, чеснок, укрепчатый Киви, нектарин и банан Был один килограмм лимонов для Екатерины Может быть их по пол... Это для Лии Это для Лии А чеснок кому? Чеснок это для Лии И вот это для Лии Это чтобы ей не болело Это что? Конфетки? Чеснок Офигеть, серьёзно? Колготки для кого? Колготки для Лии И для Кати А колготки? А колготки? Мне кажется, для Лии Колготки для Лии Это для Лии Для Лии Оооо Курица Господи, курица У меня нету У нас курица нету В сметане в чесноке Тушка цыплёнка Ребят, давайте нас слушаем Хватит радоваться Офигеть Тушка цыплёнка для Юрца Ооо Сона Аракелян Ой, привет Кто бы ты ни была Еще кубки Большой тебе Спасибо, Сона А, для Васича Что? Вот это А у меня тоже есть тушка цыплёнка Да Подождите, не торопитесь Я же сказала, что Кате и Лии Мы же взяли, а еще А больше нету Три штуки А мне ничего Как ты Мы две взяли Тут написано Набор губок для кухни Три штуки У нас четыре набора губок Возьмите себе Я поняла, тебе не пригодятся Хлеб Чёрный Бородинский Очень вкусный Между прочим Ну, это для Лии У меня есть один хлеб Киви Для кого? Это для меня Держи, киви Хлеб, Лия Возьми, пожалуйста У меня есть хлеб Один И еще одни губки Ой, нам посуды мыть Лук Для кого лук? Это мой Это для Юрца Для Юрца лук? Да А у меня чеснок Дай пятерку Так, это еще не все, господа Ребята Как приятно Бутилка Хьюгардена Это для Лии Попьем Мясо, свиной окорок У меня нет такого Еще свиной окорок Это для Катерины Один килограмм Катерина А от кого? Сейчас я потом посмотрю От Антона Панченко Апельсины крупные Это для литопохозницы Нет, это апельсины крупные для Катерины Хорошо Сушка Курицы Это для Лии Подождите Одна была для Юрца А другая для Лии Другая для Лии Лия Где? Принимайте Надо все подлеснуть О, сортиц О, посуду есть Сегодня мылом все перемывала А, это для Екатерины Это для Екатерины Рожки Это для тебя, наверное Скорее всего Для меня Это еще не все Пепси Кому пепси Скажите Скажите мне У меня нету пепси Сейчас я скажу Хорошо, Милана Ящик воды Это для Лии Это для Катерины Возьми Катерины А, чтобы коньяк запивать Антон Банка тушенки Высший сорт Кому? Тушенка для Катерины Давай Поешь Поешь Поедим потом Картошка Килограмм картошки Для Юрца И для Лии Спасибо Алия тебе дали картофель А-а Значит смотри Может быть там сразу два И вода еще Это для Лии Вода Десять штук для Лии А еще И для Катерины Девочки Это воду Да, тут два килограмма Подождите, а где мой нектарин? А кому гарнье Подождите, а у меня есть Мне не дали Не дадали, да? У меня нектарин Прости, пожалуйста Но видать нет Это апельсины Нету нектарина моего А может быть нам письмо Пришлют еще А может быть просто Давайте закроем Печку Она же не резиновая Может это было место нектарина? Я бы закрыла Печку, если честно Я, пожалуйста Учитесь слушать друг друга А для кого гарнир? Это для меня Для... Да, для... 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 Мне прислал волчок Я хочу поблагодарить Скорее большое спасибо Я его очень люблю ребята ребят поблагодарите пожалуйста зрителей спасибо большое спасибо большое это картоха боже мой вот это самое вот это вот прям это прям ох 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 как нужно теперь у нас нужен холодильник мне кажется нам нет а как мы под лестницу пока можно помогает как может искренне искренне благодарю вообще благодарю что здесь холодильник а что здесь останется из всех смотрителей которые присылают спасибо вам огромное на фига на хуй слушай Вадик сказали по моему камеру двери вот это вот я все прислала англость волчок спасибо большое это холодильник или это какой-то холодильник у нас же нет холодильника или под лестницу господи холодильник нам нужен холодильник холодильник пожалуйста слушай а это двойная начинка видишь видишь о чем я тебе говорила покрутили из них все что мне прислал мне все прислал один человек антон панченко а может еще к чему спасибо тебе большое волгоград спасибо антон панченко спасибо это вообще очень актуально я приберегу его на слое день рождения макс ну извини ну так бывает все страшно максон очень очень приятно держись мне бы пришло так максон так все я пошел это под лестницу только в одном месте господи нам холодильник нужен мы сегодня помоем голову да а как без бальзама ну хоть так расческу нету оооо расческу забыли если я просто помою я потом не расчешу мне только сырым нужно расчесывать волосы ну я думаю ты как-то справишься Лира ну никогда помоем волосы так а сей виноградик это катерина виноградик это катерина виноградик это антон панченко прислал да снова обалдеть он один меня спасибо огромное балует смотрит так куда мы положим все фрукты почему-то пропал мой нектарин а можно водичку взять ребят печка светится снова там нектарин мой нет фрукты тоже под лестницу да да я думаю да 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 килограмм кивички бананы давайте бананы и киви вот не знаю куда а волчок это твой друг не знаю ну это наверное твой поклонник не знаю волчок на самом деле он всем тут присылал да он крутой мне задание не задание а этот мне присылал я не знаю кто он полегче полчок крутой да что такое жесть какая-то происходит пакетики надо кастрюлю надо кастрюлю поделитесь какой-нибудь еще такой печенькой пожалуй спасибо это конкретки это что мусор можно мне пить еще молоко я съела все все ты очень хорошая мне захотелось оставим оставим для рождения леченьки нет завтра леченьки куда ты это поставишь давай я поставлю давай ой у нас и хлеба полно это прекрасно это просто прекрасно опять купили мыло осенний вальс а мыло кому мыло кому это мне мне мыло и и мочалка мочалка да блокнот а ручки колготки послышали тебя все все благодарили да крутой мне он ничего не присылает мне тоже волчок ничего не присылает потому что он видит что тебе все присылает это так куда мы обделим воду Женя привет Женя так уж еще беги а а сметану не убрали под холод Юрец он куда ушел под лестницу вот это можно сейчас попробуем когда давайте присадим давайте согласим я уберу запах печенья твое здоровье Женька красавчик одной из покупочки красавица а это одно из моих любимых пивок югарден просто шикарное пивочка моя любимая тоже да вот эти у нас одинаковые теперь с совушками прикольно как а юрцу другое тут переблем нам с тобой такие я посмотрела а юрцу другие это это нам с тобой вот такие а как ты поняла что это наше там только количеством листов да и это наше правда 64 листа нет перепроверить перепроверить вдруг это юрцу в совушке да 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 чтобы он не расстраивался мудрые совушки а вдруг антон не на день рождения коньяк купил а просто нет нет васящ ну все окей не 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 вопрос до дни рождения окей я вообще согласен конечно ладно сам буду проверять чтобы ни капли не туда не испарилась до дня рождения ну там что может испариться ну а вдруг кто я думаю кто не посмеет я тоже надеюсь если ты не посмеешь вас что никто не посмеет нет здесь везде камера блин да что за день сегодня такой жесть вообще и такой классный конец дня не на самом деле то что жесть это жесть реально была я прям охренел прям жесть тебя так как разорвало что ты на нее стала нагнетать ну ты чё ну я прям охерел сегодня и вы Субтитры сделал DimaTorzok